Друзья, я выключил звук у всех, кроме ведущего, и включил запись. Это означает, что мы начинаем наш очередной вебинар. Сегодня 30 ноября 2022 года. Московское время 16 часов 3 минуты. Начинаем вебинар номер 3, сессии «Осень-зима» 2022 года. Перед началом научной части вебинара я хочу дать слово Пархому Александру Георгиевичу, который сделает объявление относительно публикации трудов 27-й последней конференции, которая у нас вот этой осенью прошла. Саша, тебе слово, пожалуйста. Ну, я вот скажу такую вот поговорку нашу известную. Слово «не воробей вылетел, не поймаешь». Вот было много докладов. По-моему, сколько было докладов, Валерий Николаевич, напомните. Ну, там больше 40, так. Ну, вот видите, статьи для публикации в «Зворнике» пришло пока только 12 штук. А до дедлайна осталось несколько дней всего. Как-то вот люди не хотят себя увековетить в истории. Потом вот, когда слушаешь эти доклады, это одно. А вот когда читаешь текст, тут можно подумать, подумать, можно, значит, что-то свое, значит, сообразить. Поэтому очень важно не просто выступить с докладом на конференции или на вебинаре, но и опубликовать этот материал. Вот как-то люди это не очень понимают. Вот надо поторопиться. Я не знаю, как может быть у многих уже на подходе статья. Ну, давайте дадим еще две недельки до 15 декабря, чтобы люди прислали доклады. Ну, в крайнем случае, если, значит, кому-то трудно написать такой связанный доклад, может быть, взять презентацию, ну, 10-15 слайдов из доклада, который был сделан на конференции, и, значит, прислать эту презентацию, но с подробными комментариями, чтобы было абсолютно понятно, что на каждом этом слайде находится. Вот такое послабление. Но лучше все-таки, конечно, написать доклады. Ну, еще я напомню, что необязательно могут предоставить доклад те, которые выступали на конференции, но и могут присылать доклады те, кто выступал на вебинаре. Ну, вот такое объявление. Спасибо, Александр Георгиевич. Значит, друзья, еще раз назову, что Александр Георгиевич, ну, это у нас согласовано, продлевает срок подготовки докладов до 15 декабря 2022 года. Об этом мы еще и разошлем. Вот мы будем рассылать видео этого вебинара, и там вот в этих рассылке видео также будет извещение о том, что дедлайн по представлению текстов продлевается. Итак, до 15-го числа. Евгений Егоров что-то хочет сказать, но, наверное, вот не нужно. Если вы какой-то комментарий к выступлению Пархомова... Спросить хочу. Да, пожалуйста. Спросить хочу. Пожалуйста, спрашивайте. Евгений, у вас очень плохой интернет. Я не подпадаю по два варианта, которые Александр озвучил. То есть я не выступишь на, да? У меня канал что-то плохой пишет, что плохой канал. Мы слышим. Давайте, говорите быстрее. Я послал статью, но на вебинаре и на конференции не выступал. Вот будет она опубликована. Она касается, значит, представлений... Евгений, Евгений, давайте ваш личный вопрос на общее рассуждение, обсуждение. Евгений, не будем выставлять. Спасибо вам за вопрос. И давайте я... Будет опубликована статья. Я вас выключаю. Не нужно обсуждений сейчас. Я вас выключаю. Спасибо. Спасибо, Александр. Может быть, если он выступит в ближайшее время, может быть, тогда и включить. Ну, там... Саша, давай не сейчас, потом пообсуждаем. Он действительно присылал этот доклад, но потом. Потом пообсуждаем его. Итак, значит, друзья. Ну, сегодня выступает Зателепин, то есть я. Поэтому я вот сейчас включу свою презентацию для того, чтобы мы ее видели. Я вот, я прошу, я прошу меня извинить за то, что я начну, что я буду... Вот, я надеюсь, видно, вот мой первый слайд. Кто-то скажите, видно его или нет? Я, кто-то видно. Да, спасибо. Хорошо видно. Спасибо. Я, значит, вот буду в таком виде, потому что иначе я не буду видеть других. Ну, я же к тому же еще и ведущий вебинара, поэтому вот, извините, в такой форме будем смотреть. Итак, доклад называется «Резонансное некогерентное рассеяние рентгеновского излучения в окрестности электрического разряда». Ну, доклад подготовлен Барановым и Зателепином в лаборатории Инлис. Тут, наверное, что-то закрывает, какая-то строчка его. Ну, я думаю, так все знают эту лабораторию Инлис. Вот второй слайд. Значит, ну, истоки работы и некое введение. Дело в том, что вот мы представили на конференции, которая прошла у нас, 27-й российской конференции по холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии, которая была у нас с 3 по 7 октября этого года, представили три доклада в области, о которой я сейчас буду говорить. И это вот, я сейчас о них скажу. Это сравнение рентгеновских спектров в разных лабораториях, рентгеновские спектры в окрестности парового котла высокого давления, эксперименты с лазером оптоволоконной линии и разрядом около этой оптоволоконной линии. И вот эти эксперименты нас подвигли к тому, чтобы провести работу, о которой я сейчас буду рассказывать. Тут я хотел бы заметить, что истоками этой работы также являются обсуждения и совместные эксперименты, немного другие, которые мы проводили с Александром Львовичем Шишкиным. Более того, в чем-то, возможно, он даже основной инициатор как бы вот такого движения, вот о котором сейчас я буду рассказывать, но у него немножко другая идеология, чем та, которую я сегодня буду рассказывать. Поэтому он не является соавтором, но мы, конечно, ему благодарны за какие-то вот идеи и много еще другого, связанного с нашими совместными экспериментами в областях, в работах, о которых я только что говорил. Значит, ну вот первое – это сравнение фоновых спектров до проведения экспериментов в трех лабораториях. Опа, у меня куда-то исчезло. Пропала, наверное, да, моя презентация? Нет, во Владике есть, есть презентация. Все прекрасно. Ну хорошо, а то это у меня пропало. Да, так вот, значит, смотрите, сравнение фоновых спектров до проведения экспериментов для трех лабораторий и чистого помещения. Значит, вот в чем идея эксперимента. Это одна из истоков текущей работы, о которой я рассказываю. Мы обнаружили, это было обнаружено уже много лет назад, что фоновые рентгеновские спектры в лабораториях сильно отличаются от фоновых рентгеновских спектров в чистых, как я их называю, помещениях, то есть помещениях, где эксперименты не проводятся. Вот на этом графике основной вывод вот этой работы, которая представлена была на конференции. Вот зеленая кривая, самая верхняя – это измерение фонового спектра рентгеновского у меня в загородном моем, на даче вот моей за городом, это поселок Пески, это в районе города Дмитрово, под Москвой. Вот мы видим, что типичное значение, регистрируемое в некотором районе 100 килоэлектронвольт, основной пик, вот более 200, в районе 250 счетов за 1000 секунд, 250 счетов за 1000 секунд, вот в пике. У кого-то там звук работает, друзья, пожалуйста, выключите его, выключите свой звук, потому что я не могу управлять, у меня тут управление не видно, потому что презентация все закрывает. Так вот, смотрите, вот такая самая верхняя зеленая кривая. В лабораториях четырех, которые здесь представлены, а это лаборатория Инлис, лаборатория Климова и лаборатория Степанова, эти кривые проходят ниже, как будто что-то придавливает рентгеновское излучение. Это космическое, в первую очередь, излучение фоновое, ну и также стеновое излучение, но в основном космическое излучение в рентгеновской области. Вот, например, синяя кривая, это в нашей лаборатории, следующая сверху вниз, это фон в лаборатории Инлис у нас вот с Барановым, это в Москве, в Мариной роще. Я хочу обратить внимание, что мы в лаборатории Инлис сейчас приняли решение в 2019 году проводить эксперименты очень и очень, ну скажем, дозированно, вот так. Это примерно та же тема, о которой до начала нашей конференции говорил, до нашей вот этой вебинара говорил, ну была в дискуссии, эта тема тоже поднималась, потому что мы поняли, что эксперименты ведут к чему-то, что не очень хорошо влияет на здоровье. Но вот это объективный показатель. Смотрите, почему-то рентгеновский фон уменьшается. Обратите внимание, не увеличивается, а уменьшается. Мы потом сделаем какой-то вывод, из-за чего это может быть. Но такое впечатление, что в лабораториях что-то создается, что не дает рентгеновскому космическому излучению пройти из космоса до датчика, который вот расположен в лаборатории. Сиреневая кривая еще ниже. И это фон в лаборатории Климова. Видите, он ниже еще, чем даже синий, значительно ниже. А следующий это фон в лаборатории Степанова, где проводятся эксперименты всего-навсего с котлом, который высокотемпературным и котлом высокого давления, с водой. И вот смотрите, что получается. Там, по сути дела, в пять раз фон ниже, чем в чистом помещении в поселке Пески под Москвой. Такое ощущение, что лаборатория заражена, загрязнена каким-то веществом, которое не дает космическому излучению проникнуть. Вот это основной вывод вот этой работы, которая была у нас, докладывалась на конференции. Вот вторая работа. Там, это работа вот с этим самым в лаборатории Степанова, где мы измеряем сразу после... Обращаем внимание, что вот на этом слайде показываем... Он до начала экспериментов, ничего еще не делали. Просто вот пришли, включили компьютеры, включили измерители и вот померили. Вот как только мы начали котел нагревать, вот это вторая кривая, это вторая статья в лаборатории Степанова. Вот синяя, это до начала, а вот красная, это то, что рентгеновский спектр, который в лаборатории Степанова мы регистрируем в ходе работы котла, вот так скажем. На третьем слайде мы видим эксперименты с лазером. Это третья статья, которая показывает, что вот левая картинка – это фотография под микроскопом к некоторой поверхности CD-диска. И вот там некоторое пятнышко такое, которое лазерный, значит, луч. Ну вот это красный такой лазер 532 нанометра, зеленый лазер 532 нанометра. Вот он выжигает за 12 минут вот такую вот дырочку. Обращаю внимание, что никаких устройств рядом с этим лазером и с этим оптоволоконным кабелем не работает. А все равно что-то есть, что в результате вот прожигает эту дырку. Здесь это не представлено, но если мы в чистой комнате то же самое сделаем, за 12 минут вы никакой дырки не получите. А вот если включить разряд рядом с этой оптоволоконной линией, то за 12 минут вот такую дырищу выжигает. Вот эти три работы послужили источником для постановки эксперимента, о котором мы сегодня будем вам рассказывать. Что это за два типа экспериментов? Вот первый тип экспериментов. Ну, естественное продолжение вот этих трех работ, о которых я рассказывал. Мы берем искусственный рентгеновский источник в виде америции 241. Это актинид, чуть-чуть тяжелее урана, даже плутония тяжелее, который излучает две линии, хорошо известные 60 и 26 килоэлектрон вольт. И вот мы их будем направлять на детектор натрий-йод и смотреть, как вот на сигнал, который будет регистрировать детектор, как он будет меняться в зависимости от того, будем мы там разряд включать или там, как мы его называем, парогенератор. Я там поподробнее объясню, что это такое. И как это все влияет на сигнал, который от америции 241 попадает на детектор натрий-йод в зависимости от работы этих устройств. Но я хочу заметить, что, например, детектор натрий-йод – это некоторая целая сложная электронная схема работы совместно с этим детектором. Поэтому различные люди высказывали критические замечания по поводу регистрации, которые мы проводили, указывая на то, что, например, включение разряда, рядом с таким детектором, эта электронная штука, по сути дела, может приводить к накоплению ошибок, возникновенных ошибок. Поэтому мы среагировали на эти замечания и провели второй тип эксперимента – это измерение дозы рентгеновского фотонного, по сути дела, излучения от источника америции 241G с помощью дозиметра ДТГ-4, который мы арендовали в компании «Радек». И вот о этом эксперименте чуть поподробнее мы расскажем ниже. Теперь как устроен этот самый стенд, экспериментальный стенд? Значит, вот основой стенда является вот коробка, плексиглазовая коробка, которая, ну вот я ее сейчас обвожу, значит, я надеюсь, курсор мой виден. Она, это оргстекло толщиной примерно 12 мм, не примерно, а точно 12 мм. В этой коробке верхняя крышка снята, коробка как бы не шесть сторон закрытых, а только пять, а шестая открыта, она сверху, вверху открыта эта коробка. В нее поступает вот по этому шлангу из вот этого устройства, который есть увлажнитель воздуха, обычный бытовой увлажнитель воздуха, который создает, ну мы его называем пар, на самом деле это водовоздушная такая смесь гетерогенная из очень тонких, таких маленьких пузырьков, капелек воды, очень маленьких, микронного размера буквально. Так вот, мы в свое время обнаружили, что вот этот пар, как мы называем, можно передавать по шлангам, обычным шлангам, которые применяются, например, для полива в саду. И мы это делаем, чуть попозже, дальше вы это увидите. Этот пар передается от увлажнителя в эту коробку, и дальше есть другой небольшой отрезок этого шланга, по которому пар из этой коробки уходит, он тяжелый, он плохо поднимается вверх, и он уходит вот в другое отверстие напротив, уходит в атмосферу, просто в лабораторию. Вот здесь устройство, по которому мы подаем высоковольтный источник, по которому мы подаем напряжение на два электрода, и там так устроена система электродов, что разряд внутри этой пластиковой коробки из оргстекла, он вдоль, вдоль, вдоль располагается, разряд вдоль вот этого потока пара. Разряд очень слабенький, очень маленький, его размер примерно полтора сантиметра, ток довольно маленький, суммарная мощность, несмотря на напряжение примерно 30 кВт, ток всего-навсего, мощность всего-навсего порядка 10 Вт. И, ну, это искровой разряд, на самом деле это не постоянный такой разряд, а постоянный, быстро, с такой частотой порядка 100 кГц, пробои такие вот там образуются в этом разрядном промежутке, и внешне это выглядит как непрерывный такой разряд, разряд, на самом деле, ну, это такой прерывистая искра. Вот очень важными элементами являются вот 4, 5 и 6. Вот 4 – это источник Америций-241, он помещен внутрь этой коробки. А детектор, например, натрий-йод, он помещен вне этой коробки. И расстояние между источником и между детектором 4 и 4 источник, 6 – это детектор, натрий-йод, примерно 4 сантиметра. Вот отсюда, вот до кристалла натрий-йод всего примерно 4 сантиметра, из которых более сантиметра занимает вот эта вот пластиковая стенка этой коробки, в которой у нас все размещается. Дальше сигнал через ФЭЛ попадает на специальный амплитудный анализатор, вот эта черная такая коробка, и сигнал с амплитудного анализатора попадает в компьютер, и мы видим вот такой спектр. Именно потому, что были критические замечания, что вот разряд вот эта цифра 3 может влиять на работу устройства 6, мы использовали второй тип эксперимента. Мы понимали, что нормально работает электроника в общем в основном, но тем не менее, вот критику эту восприняли, и вот 5 – это показано размещение рядом с вот этой экспериментальной коробкой, размещение дозиметра, который дозу измеряет не спектр, а дозу набранного радиационного, радиационную дозу. Об этом чуть-чуть ниже скажу. Вот так устроен экспериментальный стенд. Ну вот тут я хотел показать, как выглядит типичный спектр от амириции 241, чтобы было понятно, о чем я там в дальнейшем буду говорить. Это вещество, этот актинит, он распадается в течение довольно длительного времени, там, по-моему, несколько сот лет, полураспад, несколько сот лет, вот, но он излучает альфа-частицы и одновременно излучает фотоны, гамма-кванты, частотой энергии 26 кВт, вот пониже слева, значит, на шкале. На этом графике внизу отложены каналы, но они примерно соответствуют, там с точностью до коэффициента соответствуют энергиям. Номера каналов, они немного отличаются от энергии, но практически это энергии. А вот по вертикальной кривой отложено количество счетов за тысячу секунд, которые по тому или иному каналу приходят в датчик на основе натрииода. Так вот, вот эти две линии, хорошо известные для амириции 241, они здесь хорошо видны. Вот эта линия первая слева, она 26 кВт, а вот эта помощнее линия правее, это 60 кВт, ну вот так выглядит эта кривая, так выглядит этот спектр. И вот сейчас мы посмотрим, как он меняется в ходе работы разряда рядом. Вот я обращаю внимание, возвращаясь к предыдущему слайду, смотрите, ведь разряд не между источником и датчиком, а он в стороне. Вот здесь расстояние до датчика от разряда примерно 10-15 сантиметров. И он в стороне располагается. И пар тоже где-то в стороне. Вот здесь вот его практически нет, вот вне вот этой коробки. А тем не менее влияние будет заметным, мы это увидим в дальнейшем. Значит, вот это исходный такой спектр, когда вот просто пришли и включаем, еще ничего и начинаем мерить спектр, еще не начали там включать разряды или пускать этот пар. Вот здесь фотография показана вживую одной из версий этого стенда. Вот это увлажнитель бытовой. Вот это шланг, обычный садовый шланг, 3,25 дюйма, по которому мы подаем пар внутрь вот этого бокса из пластика. Вот он тут. Вот здесь, видите, как будто туман какой-то. Вот это и есть вот эта водовоздушная смесь. Она сюда выходит, и вот вы видите, тут некая такая как бы струя даже видна. Вот так это можно передавать этот пар. Обращаю внимание, что, хочу похвалиться, что мы это придумали где-то 4-5 лет назад. И это, потому что мы понимали, что нужно много воды, и вот это способ подачи воды как бы в разряд. Это метод стали использовать разные другие люди, но на нас почему-то не ссылаются. Ну, это считается очевидным. Ну, что тут, какая тут придумка. Мы не обижаемся. Самое главное, чтобы это все шло на пользу дела. Но, тем не менее, все-таки хочу обратить внимание, что это придумали именно не кипятить воду и подавать пар, а подавать паровоздушную холодную смесь. Она холодной является. Вот это придумали Баранов с Зателепиным. Значит, ну, вот методика какая. Сравниваются рентгеновские спектры, полученные спектрометром на основе натрий-йод до включения разных устройств и спектр, полученный в ходе работы этих устройств. А какие устройства? Это генератор водо-воздушного потока, увлажнитель. Вот я вам его показывал. Вот эта синенькая коробочка. Но она сейчас у нас немножко другая. Ну, в принципе, это не суть важна. И второй – это высоковольтный 30-киловольтный электрический разряд вот внутри этой водо-воздушной, в этом зазоре. Вот там внутри. Здесь по отношению вот к рисунку, который я показывал, на фотографии натрий-йод был помещен внутрь. Но реально мы вот так. Это то было просто фотографии, старая фотография. Реально мы вот так делаем эксперимент. Ну, и вот про этот эксперимент, когда натрий-йод – это не дозиметр, а рентгеновский датчик и два устройства. Это генератор водо-воздушного потока, увлажнитель и высоковольтный электрический разряд. Вот что получается. Вот основной результат. Смотрите. Вот это основной результат. Вот это очень важно. Важно понять его, увидеть, смотреться и как бы почувствовать. Вот смотрите, вот черная верхняя кривая – это спектр, полученный до включения и разряда, и увлажнителя, полученный на спектрометре. И вот он такой, примерно 5-300 где-то импульсов в самой центральной точке линии, вот этой 60-килоэлектронвольтной линии, Аберидзе 241-го. Примерно за тысячу секунд получено от Аберидзе 241-го датчиком получено примерно 5,5 тысяч импульсов насчитанных. Вот конкретно в этой точке. Как только мы включили пар, как мы называем, то есть включили вот этот увлажнитель, красная кривая, все у нас просело вниз. Как только мы включили разряд, вот зеленая кривая, еще ниже, а как только мы включили совместно и пар, и разряд, вот эта синяя кривая, то спектр опустился практически, ну почти в два раза. На 40% уменьшилось центральное вот это количество счетов, которые по центру линии регистрируются. И это вот, это и есть основной результат. Он является очень удивительным. И чуть попозже я попробую объяснить, почему же он такой удивительный. Еще раз подчеркиваю, расскажу вот об этом рисунке. Черное – это когда есть источник Америцы-241, но ничего не работает, никакие устройства не работают. Красное – это когда мы пустили водо-воздушную смесь. Зеленое – это когда мы включили разряд. Рядом, вот напомню еще раз, смотрите, вот здесь вот Америцы, вот здесь у нас датчик натрий-йод. Не работает ни пар, ни разряд – черная кривая. Если работает пар – зеленая кривая. Если работает разряд, то красная кривая. А работает, если и пар, и разряд, то получается самая нижняя – синяя кривая. Очень заметное изменение придавливания спектра. Такое впечатление, что что-то генерируется такое, что каким-то непостижимым образом попадает в зону между источником и датчиком и не дает рентгеновскому фотону проникнуть из источника в датчик и создать там сигнал, который мы бы зарегистрировали. Вот это основной результат, на котором мы настаиваем. Значит, ну вот эта кривая, она чем-то похожа на предыдущую, но я просто хочу пояснить слово резонансное в названии. Дело в том, что максимальное снижение спектральной вот этой кривой происходит в самой центральной области. Это не очень понятно, мы чуть попозже попробуем это объяснить, но слово резонансное связано вот с этим обстоятельством. И второе здесь важно на этом рисунке, что вот внизу показана разность между, например, вот зеленой кривой – это когда работают и америцей, этот самый источник, и разряд есть, и пар, вот зеленая, и самая нижняя, и вот на этом рисунке тут цвета немножко поменялись по сравнению с предыдущим рисунком, а черное – это вот до того, как все работает. Вот когда из зеленого вычтем черное, вот получается голубая вот эта кривая. Это очень удобно, потому что вот наблюдая эту кривую, можно кое-что понять. Вот, собственно, это основной результат по вот этой части, связанной с работой спектральных устройств. Вторая часть эксперимента – это когда мы измеряли дозу, которую можно зарегистрировать рядом с источником, это же рентгеновский источник, америцей 241, и он как бы может регистрироваться дозиметрами. Вот мы взяли, арендовали дозиметр ДТГ-Т4 и получили так же, как и общий вид этого дозиметра, и получили общий вид этого дозиметра. Вот это увеличенная фотография, это его размер примерно, вот это дозиметр ДТГ-4, вот его размер примерно 3 сантиметра, сюда, сюда и, ну, два в высоту, наверное. Это просто сильно увеличенная фотография. Когда крышку снимете, там видны две таблетки лития фтора, которые, собственно, и являются датчиками дозы. Они работают на основе, они работают как люминофоры, они накапливают электроны в зонах, куда их поднимает, в зонах повышенной энергии, куда их поднимает вот облучение внешним источником. Потом вот эти вот люминофоры помещаются в специальное устройство, которое нагревается, нагревает эти вот эти таблеточки, и они начинают светиться, как люминофоры обычно светятся. Вот, и это все улавливается фотометрами, которые передают сигнал на компьютер, и фотометр, калиброванно все, и он говорит, а сколько была доза, какова была доза по количеству света, который излучили вот эти люминофоры, какова была доза, полученная этими люминофорами. Обратите внимание, никакой электроники нет. Вот, поэтому вот эти вот соображения о том, что там что-то такой разряд мешает, вот они отпадают, никакой электроники нет. Вот результат, смотрите. Вот, когда просто источник и ничего не работает, нет ни разряда, ни увлажнителя, не работает ни разряд, ни увлажнитель, то доза, дозиметр, значит, за 43 часа размещения этого, этих ДТГ-4 рядом с источником Америцы-241, вот такая доза. Она в микрозиметрах сейчас измеряется, но, извините, я сейчас подключу. Я подключу, да. Значит, дозиметрами измеряют сейчас в микрозивертах, но сообщу, может быть, не все знают, что микрозиверты – это величина в 100 раз меньше, чем рентген. Ну, для, вот, мы привыкли в микрорентгенах, это вот 28 микрорентген, 28 микрорентген, вот такая получена доза. Значит, за вот время, которое, за 43 часа, которое мы располагали, когда ничего не работает. Как только мы включили увлажнитель, доза упала до 0,11 за примерно такое же время, а когда мы включили еще увлажнитель и разряд, то доза еще упала, и она практически стала равна естественному фону. Естественный фон тоже дает, значит, вот какой-то вклад в дозиметрию. Поэтому вот эти неэлектронные устройства также подтвердили тенденцию, о которых я говорил при спектральных измерениях. Как только мы включаем либо увлажнитель, либо увлажнитель плюс разряд, то доза, полученная дозиметрами, расположенными рядом с источником рентгеновского излучения, уменьшается. Вот, значит, сейчас хочу поговорить о том, как может влиять зазор. Я напомню, что между источником и между спектрографом, нашим датчиком, есть некоторый зазор, вот 4 сантиметра, в котором, который, правда, 1 сантиметр занят вот этим плексиглазом, оргстеклом. Реально остается только 3. Ну, в общем, есть некоторый зазор. Здесь везде воздух какой-то. Ну, в общем, как может этот зазор повлиять на прохождение рентгеновского излучения? Ну, тот, кто занимался рентгеновскими, значит, вот поглощениями, тот знает, что никак не может повлиять. Но, тем не менее, это надо как-то оценить. Вот, и я сейчас об этом немножко расскажу. Вот смотрите, вот здесь вот, вот здесь, вот здесь показан рисунок, который я взял из интернета. По горизонтальной кривой показана энергия в мегаэлектрон-вольтах, а по вертикальной кривой некоторый коэффициент, который, вот, ну, у нас называется массовый коэффициент поглощения. Ну, по-английски, вот, attenuation coefficient, вот он, это есть, ну, некий уменьшенный коэффициент, уменьшение, можно так сказать. Вот, ослабление, даже attenuation, лучше слово ослабление. Attenuation означает ослабление. Он измеряется в такой странной величине, сантиметр квадратный, деленный на грамм. Сейчас тот, кто занимается этим, это прекрасно знает, почему так получается. Я сейчас немножко, чуть побольше поясню. Так вот, значит, здесь несколько типов кривых, они так, кажется, хаотичны, но на самом деле все очень просто. Вот синяя кривая, вот она, это так называемое релеевское рассеяние, это вот почему небо синее. Это конгерентное рассеяние, рассеяние света, ну и на рентгене то же самое, в общем-то, может быть. Следующая кривая, вот зеленая кривая, вот это вот, это камптоновское рассеяние. Что такое камптон? Наверное, за неимением времени я особенно не буду говорить, но я просто скажу, что это не конгерентное рассеяние, то есть рассеяние, при котором потон теряет свою энергию, сталкиваясь в первую очередь с электроном, теряет свою энергию. Вот это зеленая кривая и фотоэлектрическое подлощение, ну по сути дела это излучение, это ионизация, извините, это вещества, это вот красная кривая, черная кривая, это сумма, зеленый, синий и красный, вот это получается, значит, черная кривая. Нас, диапазон энергии, который нас интересует, это вот от первой вертикальной линии до второй вертикальной линии, от 10 кВт до 100 кВт. Вот этот диапазон, который нас интересен вот с точки зрения америции 241, излучения америции 241. Так вот, вот эта кривая, эта кривая позволяет нам вычислить, например, для металла вот этот вот массовый, так называемый, массовый коэффициент ослабления. Ну, я тут хотел просто пояснить, вот какие виды, собственно, воздействий на излучение современная наука признает. Значит, вот в следующем слайде мы некоторые рассуждения на эту тему с применением коэффициента массового ослабления или поглощения. Это описывается законом так называемого Берра-Ламмерта. Вот, по сути дела, это решение уравнения распространения излучения, когда dI по dx, dI – это интенсивность излучения, равняется некоторому коэффициенту μ умножить на i. Вот такое простенькое уравнение dI по dx равняется минус μi. Вот, и его решением является вот такая функция i от частоты и от расстояния, которая есть в некоторой амплитуде в некоторой начальной точке, помноженная на экспоненту. Вот это обычное затухание, вот минус некоторый коэффициент. Вот этот закон для излучения называется закон Берра-Ламмерта. Так вот, ну тут вот написано, что различные величины означают. Так вот, условие ослабления, ослабления излучения в e раз, ну то в 2,8 раза, это когда вот этот коэффициент равен единице. Вот μn на x на ρ равняется единице. Вот это безразмерные единицы. Вот отсюда понятно, почему массовый коэффициент ослабления, μm, он такую дурацкую размерность имеет. Но вот длина, на которой поток излучения ослабнет там в 2,8 раза, она вот таким выражением определяется. Единица делить на μm ρ. И где ρ плотность, а μm этот массовый, он известен, μm известен, это табличная величина. Например, для кислорода для 50 кВт это 0,2 вот этих сантиметров в квадрате на грамм. Вот если мы вот это все применим, вот эти соотношения применим для тех расстояний, которые у нас имеются, и для воздуха, для воздуха, напомню, плотность 10 минус 3, то мы получим, что спектр в лучшем случае должен просесть на 10 минус 3. А он у нас, я напомню, просел между зеленой и черной практически почти в 2 раза, понимаете, на 40%. И современная наука такого объяснить не может. Откуда это все взялось? Значит, такое ослабление. Можно задать другой вопрос. А какой плотности, мы знаем, для воздуха я положил просто равную там 10 минус 3. Если мы воду учтем, которая там вот в водяной, это пар, его плотность практически как у воздуха, ну там в полтора раза может быть больше, это тривиально вычисляется по расходу воды, вот, и все мы там размеры знаем, поэтому примерно в 2 раза, как ни странно, массовый коэффициент ослабления для воды меньше в 2 раза, чем для воздуха, так получается. И поправка за счет того, что там какая-то паровая смесь, водо-воздушная смесь используется, это не поможет ничему, потому что все равно 10 минус 3 останется. Можно задать второй вопрос. Какова плотность вещества должна быть? Какого-то? Его нет, мы же не видим никакого вещества. Чтобы на 4 сантиметрах снизить интенсивность рентгеновского излучения в 2 раза. Вот если положить, но у нас данных пока нет, но если положить, что массовый коэффициент ослабления этого вещества совпадает с воздухом, например, это 0,2, то плотность этого гипотетического вещества просто для интереса, чтобы понимать, должна быть примерно 2,5 грамма на сантиметр кубический. Я напомню, что плотность воды 1 грамм на сантиметр кубический. Вот я еще раз этот рисунок хочу показать. И понимаете, что получается? Такое впечатление, что вот в этой зоне между источником 4 и датчиком 6 природа в результате разряда и пропускания этой водо-воздушной смеси носовала какое-то вещество достаточно плотное, но мы его не видим. Мы же в коде эксперимента смотрим, ничего же, никакого вещества там нету, оптически это вещество не обнаруживается. А я напомню, а тем не менее что-то есть, что-то есть, что показывается вот этими рентгеновскими измерениями. Я напомню, что видите, как вот кривая кривая этого аттенюации, вот этого рассеяния, как она изменяется в зависимости от энергии. Чем выше энергия, то есть чем выше частота, то тем ниже коэффициент вот этот коэффициент ослабления. И это понятно, потому что квант света становится все меньше и меньше и меньше, и он все меньше и меньше отцепляется за вещество, все меньше и меньше рассеивается за вещество. То есть оптические кванты, мы их здесь не видим, они где-то вот здесь далеко, они будут очень хорошо. То есть то есть вот эти оценки, которые я только что делал вот для для этого, что всего в 10 минус третий, которые я только что вот делал, они для этого вещества для в оптической зоне должны бы быть огромными, мы бы его должны видеть, если бы это было обычное вещество, а мы его не видим, ничего нет, обычный типа воздуха. Поэтому встает вопрос, а что же там такое может находиться? Ну вот я собственно в основном все рассказал, и это есть содержание нашей статьи, которую мы с Дмитрием Сергеевичем Барановым надеюсь напишем и опубликуем, сейчас даже текста еще нет, но я вот их сделаю, я прочитаю эти выводы. Самое естественное объяснение вот этим изменением спектров это формирование в объеме околоработающих устройств среды прозрачной для видимого света и непрозрачной для рентгена, что поразительно, для обычного вещества так не бывает, понимаете, если прозрачно для видимого, то и для рентгена и подавно будет прозрачно, обычно вещество наоборот устроено, и эта среда несоответствует, ну вот об этом я только что сказал, предположение, есть еще два предположения, автор одного, вот это изменяется свойство источника при работе, там, разряда, например, и, кроме всего прочего, изменяется свойство датчика при работе устройств. Вот изменение свойств датчика это идея Шишкина Александра Львовича, которой я не вижу сейчас состава нашего сегодняшнего вебинара, но я думаю, он присутствует. Это его направление, его мысли, вот, а изменение свойств источника это вот Шофеев, там, Корнилова, вот они там с этим Сезием 137-м, как будто там вдруг почему-то в два раза меньше там или в восемь раз меньше Цезия стало. Вот это, об этом мы чуть-чуть поговорим позднее, это, по-моему, совсем завиральная вещь, я об этом чуть позднее скажу, но то, что мы по-видимому все-таки более наше предположение о том, что формируется в объеме около работающих устройств некая среда, вот я на верхнюю часть этих выводов обращаю внимание, оно нам кажется более правдоподобным, более судоходным, так как если выключить источник, если выключить разряд, то практически и выключить этот самый парогенератор, то практически сразу показания датчика возвращаются в исходную точку, и это мы чуть-чуть ниже увидим. Вот это все, по сути дела, по тому, что возможно напечатать на мой взгляд, а вот ниже я попробую, я говорю уже примерно 40 минут, но я в течение, ну потому что у нас Пархомов тут что-то говорил, поэтому мы начали чуть-чуть позднее, сейчас 16.53, но я вот за 10-15 минут попробую еще кое-что рассказать, что нам представляется с Барановым важным. Итак, какие же, вот это были очевидные следствия, о которых я только что даже выводы сделал, а вот какие неочевидные следствия, вот я их сейчас перечислю, только теория поглощения не годится, кроме поглощения есть свидетельство некогерентного с изменением частоты рассеяния, вот это мы сейчас пониже увидим. Второе обстоятельство, кроме рассеяния с уменьшением частоты, что более-менее очевидная вещь, есть свидетельство рассеяния с увеличением частоты энергии, такое рассеяние возможно при обратном эффекте Камптона, вот это тоже мы сейчас увидим, увеличение частоты рентгеновского излучения при вот этом рассеянии говорит о наличии высокоскоростных электронов в зоне измерения, извините, тут ошибка, такие вот электроны могут поставляться темным водородом, о котором мы уже тут несколько лет говорим, но нас так не очень-то слышат, за исключением буквально одного-двух человек. Ну, это типичная для России, да и не только для России, ситуация, когда, если ты что-то толково изобретешь, что люди делают вид, что ты ничего не изобрел. Ну, так устроена человеческая психика, к сожалению. Вот, и четвертое, это измерение интенсивности рентгеновского излучения, метод регистрации темного водорода или какой-то неизвестной среды, которая вот заполняет лаборатории, в частности, и даже, как мы знаем, и мы это тоже получаем, существует вообще и вне лаборатории в том числе. Сейчас попробуем вот эти четыре обстоятельства разобрать. Значит, вот первое, смотрите, если мы используем закон Ламберта-Бера, вот он здесь написан, что интенсивность излучения от х зависит, как некоторая амплитуда в нулевой точке умножить на экспоненту в минус массовый коэффициент ослабления на х умножить на ру. Вот некоторая такая величина. Вот если мы разделим интенсивность в некоторой точке х на интенсивность излучения в точке х равная нулю, то мы получим некоторую кривую очень интересную. Это будет просто экспонент минус мю на х на ру. Она очень важна. Вот получение этой экспоненты. Вот справа я ее вам нарисовал. Вот так выглядит эта экспонента в реальности. Ясно, что это никакая не экспонента, потому что экспонента должна быть четко ниже единицы. А у нас тут вот есть зоны, я вот их показываю, которые ниже единицы, а есть зоны, которые выше единицы. И только потом, где-то удалившись от вот этой зоны рентгеновского спектра, там вот это усреднение, где-то колебательный спектр, там где-то что-то ниже единицы. Так вот, вывод из этого рисунка такой. Смотрите, во-первых, теория Ламберта-Бера не годится. Видите, вот тут только что я сказал, есть и ниже единицы, и выше единицы, а во-вторых, здесь виден перенос гамма-квантов из зоны низкой энергии в зоны, из зоны, вот где собственно основной спектр вот этого рентгеновского источника в зону низких энергий. То есть это нечто типа каптоновского рассеяния. А ведь электронов очень мало. Вот в зоне, вот смотрите, еще раз я хочу показать вам значит вот еще раз этот вот смотрите, наш спектрометр располагается в зоне удаленной от разряда. Он тут еще полексиглазовая пластиковая стенка из оргстекла, стенка 12 миллиметров. Электроны и к тому же мы знаем прекрасно, что ионизационное равновесие очень быстро достигается, чуть-чуть в сторону отошел и уже ионизационное равновесие для холодного воздуха электронов ничтожно мало. Что же тогда рассеивает электроны в этой зоне, когда мы включаем разряд? Вот вопрос. Что-то их рассеивает и там мощное каптоновское рассеяние. Вот мы его видим. Вот эти вот точки слева при меньших энергиях вот здесь вот отсюда по сути дела квант света выносится квант, рентгеновский квант выносится вот сюда, вот в эту зону. Вот отсюда рентгеновский квант выносится в эту зону. Но обращаю внимание, что есть еще очень интересный момент. Вот отсюда выносятся рентгеновские кванты вот сюда в зону более высокую и очень более высокой энергии. Вот отсюда рентгеновские кванты выносятся в зону более высокой энергии. Это может происходить только если электроны имеют энергию на электронах, если они имеют энергию больше, чем энергия квантов. Вот. А извиняю, я напоминаю, что энергия квантов 60 кэф. Откуда же там такие электроны в этом месте? Вот смотрите, еще раз я вам показываю этот рисунок. Вот здесь, откуда же электроны, которые имеют энергию больше, чем 60 кэф? Я напоминаю, что один электрон вольт, один электрон это 10 тысяч градусов, один электрон вольт, а тут 60 тысяч электрон вольт. Бешеные электроны откуда тут взялись? Их тут вообще нету, а откуда такие горячие электроны вообще непонятно. Они как-то, они бы улетели тут давно уже сто раз, почему же они здесь сосредоточились? Вот какие вопросы и какие заключения можно получить, глядя на эту картинку очень интересную. Вот, ну, поэтому вот какой-то ответ на эти вопросы может дать теория темного водорода, которую мы развиваем уже примерно пять лет Дмитрием Сергеевичем. Я напомню, что это такое. Это два протона, которые располагаются на внешних орбитах, электронная пара из двух электронов, которые вращаются друг вокруг друга внутри вот этого образования. Это электрически нейтральное образование, но имеющее магнитный момент. и его размер примерно вот диаметр примерно 0,6 на 10 минус 14, то есть меньше, чем 10 минус 13 метра. И вот меньше, чем 10 минус 13 метра. А, нет, вот 10 минус 13 метра, извините, я тут немножко ошибся. Так вот, а электроны вот эти центральные, они еще меньший размер имеют расстояние между ними. Почему электроны могут находиться рядом друг с другом, вот встает вопрос, ведь они отталкиваются. Дело в том, что на очень близких расстояниях электроны притягиваются друг к другу, они отталкиваются, потому что электроны обладают магнитным моментом, и на расстояниях меньших, чем 10 минус 12 метра сила магнитного притяжения между электронами гораздо больше, чем сила кулоновского отталкивания. Ну, как это все получается, это можно в нашей статье посмотреть, которая опубликована в трудах 26 конференции. Но вот тут такой интересный момент есть, возникает, что вот эти электроны центральные, которые два, вот эти электронные пары, они с огромной скоростью вращаются друг вокруг друга, их энергии огромные, они примерно по 5 мэф, вот кинетическая энергия каждого электрона, 5 мэф, поэтому они возможны и являются поставщиками тех самых быстрых электронов, которые могут рассеивать 60-кэмный квант по так называемому обратному эффекту Комптона, то есть и это мы считаем, вот, Дмитрием Сергеевичем, еще раз, что вот наличие вот таких вот точек, где явно видно перенос энергии из зоны вверх по спектру, есть еще одно из подтверждений правоты нашей теории, обращая внимание, что вот эти вот, вот это образование, оно будет двигаться с тепловой скоростью, не очень быстро, и электроны с огромной скоростью, но они вращаются, они не, это не поступательная скорость, они никуда не улетают, они с тепловой скоростью и даже медленнее как-то двигаются. Обращаю внимание, что размер вот этого теплого водорода всего 10-13, это на три порядка меньше, чем типичное расстояние между молекулами, поэтому в обычном веществе, поэтому это вещество совершенно свободно может проникнуть куда угодно, и в том числе через эту плексиглазовую стенку, и даже внутрь датчика, и вообще заполнить всю комнату и так далее. Оно очень любит, я сейчас скажу очень быстро, оно очень любит поверхности, потому что обладающим магнитным моментом оно сосредотачивается в зонах максимального магнитного поля, а максимальное магнитное поле на поверхности веществ, это коротко. Теперь так, вот надо ускоряться уже, я попробую сейчас как бы сворачиваться и не очень подробно буду говорить. Значит, очень интересно, как на эту частицу, мы ее считаем темным водородом, которая генерируется в этом самом в разряде и генерируется даже при создании вот этой паровоздушной смеси, обращая внимание, при создании, то есть она генерируется не в зоне разряда, она генерируется в самом вот этом увлажнителе, там колеблется с высокой частотой пластинка, вибрирует под действием высокочастотного электрического поля, создавая вот эту водо-воздушную смесь, и вот именно она ударяет по молекулам воды и создает вот это вещество, вот это силовое воздействие, вот оно именно создает. Так вот, очень интересно, что на дипольную частицу, а вот этот темный водород, он по сути дела является магнитиком маленьким, то есть дипольный такой частиц, дипольный, а не монопольный, как электрон, например, то в электрическом смысле электрон, магнитом он тоже диполем является. Так вот, на дипольную частицу действующая сила, вот она таким выражением, вот я его показываю, с выражением 2, и в электрическом описывается, и в магнитном поле рентгеновского излучения, оно тоже имеет магнитное поле, эта частица будет, как ни странно, ускоряться, потому что, несмотря на то, что в один полупериод магнитное поле в одну сторону, в другой полупериод магнитное поле в другую, казалось бы, частица должна туда-сюда колебаться просто, но именно из-за того, что она дипольная, она, когда начинает магнитное поле меняться, она подстраиваться под нее, начинает менять свое направление, и это приводит к тому, что возникает усредненная сила, действующая в одном направлении, и на нее эта сила, вот она ее двигает с каким-то ускорением, и это означает, что эта частица отнимает энергию у фотона, и она, в общем-то, греется с помощью этого процесса. И есть еще другой, на мой взгляд, еще более мощный процесс, связанный с тем, что эта частица дипольная, она вращается, вот на дипольную частицу два действия, движение и повороты, попытка поворачивать, вот повороты тоже отнимают энергию, и вот именно вот эти два процесса способствуют поглощению и рассеянию вот этого рентгеновского излучения, которое мы и наблюдаем. Это вещество, его нет в официальной природе, его нет в официальных таблицах, поэтому пытаться какими-то уже замеренными данными получить коэффициенты для того, чтобы почему чего-то там задерживаться, невозможно, почему рентгеновское излучение задерживается, невозможно. Вот здесь я рассчитывал эту силу, она получилась магнитную силу от рентгеновского излучения, она примерно 10 минус 12 ньютона. Напомню, что 10 минус 27 примерно масса этого темного водорода и таким образом примерно 10 во второй ускорение. Ну, не очень большое, но тем не менее энергия передается. Поэтому по-видимому этих частиц очень много. Мы вот оценка энергии, которая теряется и энергии, которая бы передалась темному водороду, вот так вот, если эти две энергии приравнять, то получается, что примерно 10,21 на метр кубический этих частиц вот в нашем конкретном эксперименте, о котором я сейчас рассказываю, это всего на 4 порядка меньше, чем концентрация воздуха. Вот такими мелкими частицами все загажено. И теперь я хотел последнее обстоятельство рассмотреть. это вот статья группы Шофеева, она опубликована в журнале Квантовая электроника 2014 год в восьмом номере, это августовский номер. Вот здесь основной результат, что вот черная пиктограмма, гистограмма, это значит количество отчетов, которые получены от раствора датчиками, от раствора Цезия-137 до начала эксперимента, а эксперимент состоит в том, что в раствор кладут золотую пластинку и в раствор Цезия-137 и начинают его облучать этим самым, облучать лазером, лазером вот на парах меди, вот 510 нанометров. И вот эта пластинка начинает испаряться потихоньку, там как-то коагулирует вот в этом растворе и по какому-то волшебству вдруг значит вот эта интенсивность излучения Цезия, вот она вот так падает, видите, вот красные вот эти вот и через некоторое время даже все равно по-прежнему вот такая вот низкая значит ну вот авторы у Шофеева нет, к сожалению, уже значит вот это очень серьезный физик, который работал в холодном синтезе вот у него огромное количество результатов очень интересных вот они Шофеев предполагал что это снижение связано с тем что Цезий-137 распался там вот в 8 раз видите вернее в 4 раза его концентрация уменьшилась потому что там некоторые процессы ионизации происходят ну вот там у него некоторые рассуждения в основном связанные с ионизацией 137-го Цезия ясно совершенно вот из того что я рассказывал что это все не так потому что скорее всего не так вот я бы сказал потому что вот то что мы видим мы как только вот я сейчас показываю вам смотрите вот вот левую кривую смотрим вот синий спектр это спектр до до включения разряда вот это уже знакомое вам а вот красный спектр это когда вы включили разряд разряд выключили практически мгновенно вот это изменяется вот значит и вот там она слабо видна но может быть вы видите вот такая какая-то там серенькая такая кривая она практически по синей идет спрашивается а почему же у Софеева там через какое-то там время сколько там я сейчас не вижу у меня тут все закрыто это вы видите я не вижу у меня тут к сожалению из-за того что я в таком военном режиме руководитель вебинара я тут не вижу ну там тысяч часов наверное большое большое время прошло вот между экспериментом дело в том что и вот этим измерением дело в том что как проводится эксперимент там частички золота которые коагулируют они не удаляются вот они в растворе лежат и вот он продолжает убрал убрал лазер выключил лазер и продолжает мерить частички золота надо удалить как только он удалит частички золота На которых сидит вот это вещество, оно на поверхностях садится, как я уже говорил. У нас есть другие экспериментальные данные, которые это подтверждают. Так вот, у него сразу начнет возвращаться все вот к этой черной кривой. Ясно совершенно, что никакой там цези не распался. Вот это было некоторое модное направление в свое время. И, на мой взгляд, к сожалению, оно, наверное, не очень верное. Ну вот я в основном все закончил. А нет, вот еще про методику. Дело в том, что вот то, о чем мы сейчас говорим, это метод, определяя регистрации того, что у вас возникло вот это самое какое-то неизвестное вещество, которое мы считаем темным водородом. Вот в вашем окружении, там, где вы экспериментируете, около вашей экспериментальной установки. Если там поработать с формулами, которые были выше, то окажется, что концентрация этих частиц, она пропорциональна некоторой константе, ну, которые константы там типа, ну, мировые константы, из мировых констант, из геометрических неких соотношений. И умножить на дельта n, где дельта n уменьшение счета квантов. Вот вы увидели уменьшение, значит, у вас есть эти частицы. Вот такая линейная связь будет. Вот это один из методов, который тут возможен. Он не единственный, но такой самый верный и самый простой. И это очень важно, потому что, смотрите, у нас до сих пор нету этого самого, нету никакого измерения вот этого непонятного вещества. Никакого. Мы не можем сказать много его или мало, есть оно или вообще его нету. А вот сейчас мы предлагаем такой метод, и он уже есть. Вот этот метод. Таким образом, если мы калибруем некоторое устройство вот с датчиком, с датчиком нейтрон этим рентгеновским и с источником, ну, например, тем же самым америцием, откалибруем его в какой-то чистой комнате и занесем его вот в вашу комнату, в какую-то вашу лабораторию и померяем, сколько там за 100 секунд, например, сколько наберется счетов там вот в центральной линии вот этой 60 кэвной. Увидите, что меньше, умножьте на некую константу, которую можно вычислить теоретически, и сразу получите, сколько у вас в одном кубическом метре вот этого вещества неизвестного, который мы считаем темным водородом. Я все вот основные результаты рассказал и выводы. Еще раз повторю, не поленюсь. Почитаю даже их вот. В лабораториях с экспериментальными установками с мощным воздействием на молекулы воды, вот это очень важно, формируется среда из нейтроноподобных атомов. Рентгеновское излучение интенсивно ослабляется за счет некогерентного, то есть с изменением частоты рассеивания излучения на нейтроноподобных этих самых атомах. В экспериментах с радиационными источниками, излучающими в рентгеновской области, необходимо учитывать загрязнение помещения нейтроноподобными атомами. Степень, ну вот я тут не вижу это самое, не вижу, уже у меня тут все закрыто, поэтому я дальше читать не буду. Скорее всего, вы это сами прочитаете. Я думаю, что вы прочитаете. Я, собственно, закончил, я выключаю свою презентацию и вот вижу, что тут уже 6 человек подняли свои руки. И это очень здорово. А участников у нашего уже 48. То есть мы достигли своего уровня типичного. И это здорово. Да, так вот, значит, начинаем. Начинаем. Ой, еще там море. Ну здорово. Значит, начинаем вопросы. Сергей Цветков задает вопрос. Сергей, пожалуйста. Микрофон, Сергей, включите микрофон. Что-то не включается сразу. Вопрос по источнику америции. Он откуда и какие у него паспортные данные характеристики? Он не паспортный. Это бывший, значит, этот самый, из датчика пожаротушения вынут. Дальше он, это та пластиночка вот этого, этого какой-то оксиды, скорее всего. Вот. Он запаян в такую коробочку из свинца, которая вся запаяна, она такая, это самое. И поэтому мы уверены, что он, так сказать, там находится в таком нормальном состоянии. И калибровать его по количеству мы можем, ну, например, зная вот фоновые значения, типичные, скажем, для чистого помещения 12 микрорентген в час, мы можем, сколько показывает на определенном расстоянии наш рентгеновский датчик, мы можем сказать, какова, сколько бекерелей в этом источнике. Но он не этот самый, не тестирован нигде в каком-то лицензированном центре. И второй вопрос по датчику измерения рентгеновского излучения. Есть подробности какие-то? Вот по натрий-йодовому датчику, натрий-йод, на основе натрий-йода. Ну, мы это уже несколько раз рассказывали, мы его используем довольно давно уже, этот датчик, я несколько раз это рассказывал. Там идея состоит, это известная методика, известная методика, это не мы это придумали, она применяется уже давно и не только нами, а многими, многими в Советском Союзе она все время применялась. Так вот, это из Советского Союза еще технология работает, это синциллятор натрий-йод. Он при попадании в него рентгеновского кванта, там происходит фотоионизация, образуется быстрый электрон, который в результате своего движения в синцилляторе вызывает в синцилляторе излучение, и излучение уже в оптической области, оптический квант, не рентгеновский, а оптический. По сути дела он переделывает натрий-йод рентгеновский квант и в оптический. А оптический квант попадает через прозрачное окошко фотоумножитель, дальше электрон, дальше там усилитель и дальше там компьютер. В общем, вот так это работает. Нет, это понятно. Я хочу узнать, какой кристалл натрий-йода, чем он инициировал, его размеры хотя бы у вас есть? А, пожалуйста, это размеры примерно, там сейчас на память, ну где-то 35 сантиметров диаметр вот этого кристалла. Он не очень большой, но он удобный такой, достаточно маленький, но и не маленький. Примерно 35 миллиметров, извините. Тогда вопрос такой, а почему вы считаете, что это у вас регистрирует рентгеновское излучение? Это вообще-то счетчик и датчик для измерения гамма-излучения. Ну, рентгеновское излучение, оно тоже электромагнитное излучение, так? Вот, он, я, кстати, могу сказать, что максимум, дело в том, что вот вы из, вы из, вот лично вы, Сергей, вы из области, где в основном любят работать с мегаэлектрон-вольтными энергиями. Поэтому там применяется, да, вот его можно применять. Но, кстати, его чувствительность там раз в 10, если не больше, ниже, чем в области примерно 100 килоэлектрон-вольт. Вот, здесь его максимум чувствительности, вот, и он прекрасно работает в этой области. Это известные данные. Ну, то есть вы рентгеновское излучение, в смысле, гамма-излучение этим датчиком не мерили в той области? Я не понимаю слово рентгеновское. Рентгеновское излучение тоже. Гамма-излучение. Гамма-излучение имеется в виду мегаэлектрон-вольтные, правильно? Ну, там больше 100. Малер, можно я отвечу? Ну, это Леня, что ли, да? Да. Леня, ответь, пожалуйста. Да, Сергей. Да? Значит, тут с самого начала, Валер, не очень хорошо, видимо, так сказать, усвоил, как работает америциевый источник. Вообще, альфа-излучение никогда не сопровождается гамма-квантом. Значит, америция переходит в Нептуни, тогда уже, сколько там, 237-й. И он переходит, в Нептуни образуется не в основном состоянии, а в возбужденном. Ну, я не помню сейчас схему распада, но, скорее всего, 60 электронов. 60 кэф – это вот то, во что попадает ядро. Но есть там второй механизм, насколько я помню. Там, возможно, внутренние электроны внутренней конверсии. Вот если он работает, тогда один квант может быть гамма, а другой может быть рентгеновский. Но это не принципиально, они для детектора ничем не отличаются. Поэтому здесь все как раз корректно. Другое дело, что такие детекторы применять для столь низких энергий, ну, и это делал вкус, конечно, но энергетическое разрешение никакое. Он порядка такой детектор, вот Валер говорит, 40 на 40, это известно. Е63 на 63, 40 на 40 советская промышленность выпускала. Я этим много занимался, поэтому хорошо знаю. Он обладает, ну, не меньше, не лучше 10% по Цезию-137. То есть это 662 кэф, вот 10% – это если хороший детектор. Ну, вот отсюда и надо исходить. Вот, так сказать, то, что будет в фотопике, это как бы есть. Ну, то, что Валера так аккуратно называл максимум, называется фотопиком. Вот. Я ответил на твой вопрос, Сергей? Ну, я понял. Ну, на самом деле, Лень, ты, ну, некую деталь сказал, но все-таки ты не прав, этот самый америцей и гамма, ну, рентген тоже излучает, альфа, конечно, тоже излучает, но альфа мы не видим, потому что у нас все свинцом закрыто. И в принципе не можем видеть. Валера, он не излучает, альфа-излучение, не сопровождается гамма-излучение. Гамма-излучение либо это дочернее ядро попадает не в основное состояние, либо у тебя происходит внутренняя конверсия. Вот тогда ты видишь таскетократно. Ну, Лень, это, наверное, тут можно некую дискуссию устраивать, потому что мне есть что сказать на эту тему, но это не суть важна. Важно то, что, в общем, известный факт, экспериментально установленный многократно, что америция 241 в конечном счете тем или иным механизмом излучает рентгеновские кванты примерно 60 кэв, это в любой таблице, в любом справочнике, и 26,3 кэва. Я же с этим не спорю, я просто объясняю, откуда они берутся. Да, 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 но вот этого Сергея Цветкова… Чего здесь спорить? Достаточно открыть учебник ядерной физики, тут спорить нечего. Спасибо, спасибо Леониду за помощь. Цветков, Лень, ну, закончил, Сергей закончил, наверное, Чистолином задает вопрос, он вторая рука у него. Валерий Николаевич, спасибо за доклад. У меня вопрос вот какой к вам. Может быть, я просто не очень хорошо понимаю вашу модель, а вы не можете пояснить все-таки, почему поглощение происходит, когда подается водяной пар? Ну, и разряд тоже. Каким образом это влияет на темную водородку? Ну, наверное, я не очень ясно. Ну, во-первых, я должен присутствующим сказать, что Андрей Чистолинов является одним из противников темного водорода. Вот. Он, ну, затевал со мной дискуссию. Я за неимением времени, к сожалению, не смог ее поддержать. Вот. Ну, здесь вот отвечаю. Тем не менее, он не задает, почему вообще водород этот темный существует. Его вопросы немножко другие. Но я коснусь и этого вопроса, почему он все-таки существует. Те критики темного водорода, которые утверждают, что такая структура существовать не может, я бы им советовал поизучать задачу трех тел. Вот, когда они хорошо набьют руку на задачи трех тел, тогда можно будет приходить, подходить к рассуждению о том, устойчива эта система или неустойчива. Этот вопрос Андрей не задал, но я вот заранее на его, может быть, следующий вопрос ответил. Андрей Михайлович, очень издалека начинается ответ. Можно я отвечу? Я же не мешал, правильно? Вот. Я захожу оттуда, откуда считается лисообразным. Вот. Второй вопрос, вернее, первый вопрос. Темный водород или неизвестный, я вот очень осторожно называл нейтроноподобные частицы. Почему нейтроноподобные? Потому что ясно, что они должны обладать какими-то эти частицами, какими-то экстремиальными свойствами. Обычным веществом, вот я сегодня пытался это показать, вам ничего объяснить не удастся. Так вот, темный водород, он образуется либо в этом источнике вот этой водовоздушной смеси, внутри, не в коробочке, где у нас там америция располагается, а по пару он передается, вместе с паром двигается в эту зону. И нами это было показано, у нас есть работа по конвективной передаче на 26 конференции, по конвективной передаче с помощью паровоздушной смеси темного водорода. Это там создается, я договорил, я договорю, не перебивайте меня. И второй метод – это создание в разряде. По сути дела, они оба одинаковы, потому что нужно и то, что происходит, как я чувствую, вот просто на пальцах скажу, и в том случае создание паровоздушной смеси и в случае разряда, по сути дела происходит удар чем-то по молекуле воды. Вот этот удар, на мой взгляд, вот изучение этого удара и как он влияет на свойства воды, вот он приводит, по-видимому, к образованию вот этого, то, что мы называем темным водородом. Валерий Николаевич, я правильно понимаю, что он возникает, то есть рождается в разряде, да, и может рождаться при генерации пара, парогенераторе, я правильно понимаю? Совершенно верно, я об этом и говорил. Все, я понял. Хорошо, тогда вопрос по эксперименту еще. Вот я так понял, что вы использовали достаточно слабый источник. Вот, судя по дозе, по дозиметру, да, это порядка фонового. А почему не использовали какой-то источник более мощный, чтобы вот он был заведомо выше фона намного? Ну, во-первых, я могу сказать, так, это нормальный вопрос, хорошо, вы в цифрах ориентируетесь, но это неверное представление, что это слабенький источник. Он является фоновым, фоновые значения достигаются на достаточно большом удалении от него, а на расстоянии 4 сантиметров от источника излучение превышает фоновое значение примерно в 100 раз. Вот, поэтому, извините, так, но еще, там был второй вопрос. Почему мы более мощный не использовали? Если у вас есть более мощный, мы с удовольствием его используем. Понял вас, но я просто тогда вот не понимаю, у вас там были приведены данные, что там 0,28, по-моему, да, а фон 0,1, да, ну, это же вот ваши данные с вашего слайда, правильно? Да, да, нужно понимать, нужно понимать, что, вот если вдуматься, а как работает дозиметр? Дозиметр, не спектрограф, а дозиметр. Дозиметр, вот этот дозиметр, вот эти термоэлюминистентные дозиметры, они запускаются в работу следующим образом. Его обнуляют с помощью нагревания, я вот уже рассказывал, в особом устройстве, там, в среде чистого азота, этого азота, да, и вот, предположим, его сегодня обнулили. Его нагрели, запаковали вот в эту коробочку и положили, значит, в коробку, и ждут курьера, который мне это все привезет на другой конец Москвы. Через два дня мне его привезли, а фон-то все капает и капает и капает и капает, вот, привезли. Дальше, я же не пожарная команда, я не побежал тут же немедленно и сразу эксперимент делать. Нет, у меня то, то все, то пятое, то десятое, поэтому два еще дня полежало эти датчики. Вот уже четыре дня. Теперь, когда эксперименты мы проводим, когда эксперименты проводим, то, понимаете, мы не имеем возможности разряд, например, гонять сутками там, я не знаю, в течение только дня, вот я запретил ночью, например, оставлять включенные разрядники, чтобы, не дай бог, чего-то не испортить. Поэтому, по сути дела, десять часов, поэтому, когда разряд работает, то он работает только днем в течение десяти часов и следующий день в течение десяти часов, там еще один день, вот набирается некоторое время. Вот так субируется время выдержки этого дозиметра в эксперименте. Потом этот дозиметр кладется в коробочку и в шкаф куда-то в сторону убирается, и мы звоним там в эту лабораторию, присылайте курьеры. Через два дня присылают курьер. В сумме получается одиннадцать дней, одиннадцать дней дозиметра. У кого-то включен звук, выключите, пожалуйста. У Шишкина, выключи звук, пожалуйста. Я выключил. Значит, звук у Шишкина. Сейчас я себя тут найду. Извините, потому что он все время тут как бы у нас перед нами. Я сейчас себя тут… Вот я извините, чтобы вы меня видели. Потом еще два дня. В результате из одиннадцати дней, вот одиннадцать на двадцать четыре, вот столько дозиметр был под фоном, а какое-то только время был под воздействием. Поэтому такие цифры. Я понял. Валерий Николаевич, то есть вы хотите сказать, что на самом деле интенсивность этого источника на два порядка выше фона. Я правильно понял, да? А время экспонирования просто… Это самое… Андрей, вот это тоже неверно все. Потому что, смотрите, фон, он является объемным, он как доск на нас падает. А источник – это шланг. И вот, понимаете, сравнивать с шлангом… Наждем около шланга, около дырки шланга, он является мощным. А вы чуть-чуть отойдете, он уже слабым. Вот это надо понимать, так? Да, я понимаю. Я вот про четыре сантиметра говорю, на которых вы снимали. Да, на четырех сантиметров примерно, ну, может быть, не совсем на два порядка, но заметно больше, ну, больше порядка точно, так? Хорошо, понял, спасибо. Так, спасибо Чисталину за вопросы, проясняющие, значит, Барышников, пожалуйста, ваш вопрос. Очень интересный доклад. Чуть-чуть громче, если можно. Интересный доклад, спасибо большое. Ну, вот у меня такое соображение. Я обратил внимание, что газометрические измерения показали, что основной класс снижения дозы – это за счет включения парогенерации. Нет, это неверно. Это неверно. Основной вклад за счет разряда. Мы просто хотели показать парогенераторам, что это, казалось бы, ну чего, но там никакого разряда нет, а все равно тоже влияет. Ну, там у вас было 0,11. А чьи фон у вас? 0,1 фон, а 0,11 – это все. Я только что про дозы рассказывал, вот, более-менее подробно. Там с дозами надо разбираться. Лучше на спектры смотреть. На спектрах вот там это ясно видно. Ну, короче, тогда мы вопрос-то и смотрели. Вот, не пытались как-то менять частоту, вот, частоту ультразвука, которая образует… Нет, нет, не пытались. Возможно, размер частиц вот этих парочек. Не пытались. Не пытались, заранее отвечаю, потому что это стандартный и не цель наша. Какая частота там у вас была? Там, да не… Ну, это стандартный магазин продается. Примерно мегагерц. Мегагерц. Ну, хорошо. Еще этот вопрос связан с тем, что, может быть, тут какие-то сессии ОМАЗ-газа, возможно. Не знаю, возможно… ОМАЗ-газ? В результате разлука частицы меняются, частицы, вернее, эти каплики размерства меняются. Вот, Александр, вы неправильно на этот доклад смотрите. Создание вот этого паровоздушной смеси – это 25-й вопрос. Самое главное, самое главное, что каким-то образом рентгеновское излучение от источника почему-то снижается. Вот. Самый главный вопрос нашего доклада. Тогда, может быть, просто парогенератор отключить и посмотреть, как влияют разряды. Давайте, конкретный вопрос. Вас там уже плохо слышно. Спасибо за вопрос. Спасибо. Я тогда вас отключаю. Кащенко, Михаил, пожалуйста, ваш вопрос. Да, ну, во-первых, спасибо за интересный доклад. Это, так сказать, не вопрос. Теперь один вопрос, ну, такой, чисто терминологический. Ну, я к этому делу подключился довольно поздно. То есть, вот сам термин «темный водород», ну, на мой взгляд, ну, я, собственно, из этого стартовал, а потом уже этот термин узнал у вас, сослался там. Вообще-то это не атом, да? Вот я это рассматриваю как инвертированную, так сказать, молекулу Бора. Именно Бор предложил между двумя атомами, так сказать, два, ну, правда, обычных электрона. Ну, это так. Роли не играет. Просто о самом термине. А вот вопрос. Значит, вы уже упоминали, тут вот Леонид Ребеккович правильно внес уточнение по поводу альфа-распада. А вот все-таки сам альфа-распад вы не пробовали, ну, или не планируете посмотреть, с ним-то что происходит? Дело в том, что, ну, вот уже упоминали Шофеева. Я согласен с вами, что никакого там, так сказать, ускорения распада и реального распада цезия, конечно, никакого там нет. А вот есть именно замедление этого распада. И очень хорошо это представляет как раз Леонид Ребеккович, да? Ну, один из важнейших моментов. Просто если у вас забивается, так сказать, состояние вокруг ядра, то замедляется, то есть сама константа распада, так сказать, меняется. А если мы все, так сказать, ну, грубо говоря, оборвем электронные оболочки, места полно, и у вас там в тысячу раз ускорится вот реальный распад. То есть там было реальное замедление. Ну, моя точка зрения. А вот здесь можно ожидать, но это надо проверить, значит, что будет альфа-распад ускоряться. То есть вы его заэкранировали. Ну, и вот, на мой взгляд, надо параллельно посмотреть. А тогда одно с другим будет четко коррелировать. Если альфа-распад замедляется, то остальное все тоже будет понятно. Вот мой вопрос. То есть хотя бы ориентировочно вы не пробовали измерять альфа-распад? Ну, или, по крайней мере, не планируете? Ну, это относится к области вариаций, к области объяснений, связанных с работой источника и с работой датчика. Вот это одна из этих вариаций. Это верно. Такое предположение можно делать. То есть не уменьшение в два раза, например, там, скажем, америция в этом случае. Естественно, никакого изменения в два раза нет, потому что когда мы выключаем разряд, у нас все возвращается на исходные позиции. Но вот вся совокупность наших данных, сейчас я просто не могу детально входить вот в эти сравнения и объяснения, показывает, что, скорее всего, все-таки это объемный эффект. Это не эффект внутри какой-то точки. Ну, это же точечный источник, так грубо говоря. Ну, не точечный в геометрическом смысле, а в пространственном смысле, вот по сравнению с четырьмя сантиметрами, это какая-то точка там порядка нескольких миллиметров, где этот источник располагается. То есть не вся система уменьшения спектра лежит внутри этих там нескольких миллиметров этого америции, а вся область играет роль. У нас есть для этого основания. Но, в принципе, я согласен, что такое, наверное, возможно. Наверное, возможно. Вот. Но спасибо, мы подумаем, как это сделать. То есть убедиться, что это не изменение константа альфа-распада. Вернее, не альфа. Неверно опять. Там кроме альфа и гамма есть. Конечно, конечно. Там кроме альфа есть и гамма. Потому что, Лень, давай вот сейчас мы не будем в дискуссии, я просто тебе скажу, что если альфа излучается, то ядро перестраивается настолько, что там уплотнение начинается. И в результате этого эти оболочки уже ядерные начинают меняться. В результате излучается гамма. Там одновременно идет и альфа, и гамма. А уже альфа, ты прав, оно там может много чего наделать, излучаясь и потом перестраивая соседнее же ядро. Тут ты прав совершенно. Там тоже может быть собственное излучение дополнительное. Спасибо, Кащенко, Михаил. И вот я сразу тогда отвечу. Я уже сказал, что мы, наверное, надо над этим поработать. И спасибо за ваше замечание относительно терминологии и прочему. Ведь мы с вами конкретно играем одним и тем же мячом, по сути дела. Да, я согласен. Отличие состоит только в том, что мы считаем, что в естественной природе, в холодной природе, я так назову, где живут живые организмы, где растения живут, где там тоже это вещество образуется, там происходит образование вот этого, как я называю, атома. Но почему я не называю молекулу? Я словом атом хочу сказать, что это составная частица. И это не частица. Это составное вещество. В нем есть и протоны, и электроны. Вот поэтому это атом. Это нейтроноподобный атом. Поэтому я это называю атомом. Ну, можно по-моровски это называть инвертированным водородом. Можно, да, наверное, только Бор, он тогда не имел таких знаний, как мы имеем. Он не понимал, что электроны могут взаимодействовать, так как мы сейчас это понимаем. Но спасибо, что вы это тоже чувствуете и понимаете. Спасибо, Михаил, за вопросы. Я опускаю его руку. Анатолий Ильич, пожалуйста, ваш вопрос. Валер, у меня два вопроса по эксперименту и два по теории. Я коротко буду говорить. Первое, ты говорил все время о рассеянии. Чтобы мерить рассеяние, надо, как вот обычно, скалибировать какой-то пучок, который ты изучаешь, и смотреть, значит, как по углу меняется эта интенсивность. Вот делалось это, планировалось или вот... Это не делалось, это не делалось. Ты абсолютно прав. Тут проблема в том, что мы на самом деле, на самом деле нам придется, видимо, сверлить дырку в этом самом, в этом свинцовом корпусе для того, чтобы создать вот коллиматор некоторый, или как-то еще дополнительно, может быть, свинцовые какие-то тут обкладки делать. В принципе, ты прав, это нужно делать. Но рассеяние я, словом рассеяние, и, собственно, рассеяние мы не изучали, потому что слово рассеяние я употребляю, чтобы обозначить, что это не поглощение. Это, например, не просто грубое поглощение, это столкновение, при котором теряется энергия. Вот что я хотел этим словом сказать. Но это не ионизация какая-то, например, не захват этого гамма-кванта. Это именно рассеяние. Вот что я хотел этим термином сказать. Ну, я понимаю, Тевя, но, значит, когда ты будешь все оформлять, лучше вот эту грань все-таки определить, чтобы не было двузначности. Тем более ты вот сейчас говоришь, что, например, свинцовый, как какой-то экран такой читать. А вопрос такой, вот эти неизвестные частицы поглощаются свинцом или нет, никто еще не знает. Теперь, спасибо. Второй вопрос у меня такой, что состоит впечатление, что у тебя интенсивность этого ослабления, она сильно зависит от концентрации, ну, из исходных частиц, который образует вот эти твои неизвестные частицы, водяного пара. Планировалось или делалось изменение плотности этого пара, изменение температуры вот твоей коробки? Ну, я могу так сказать, что мы видим, это совершенно верно, что от плотности вот этого пара, это в кавычках надо, потому что на самом деле это водо-воздушная смесь, она холодная, холодная такая, вот это не пар такой из чайника. От этого зависимость некоторая есть, но я подчеркиваю, я сегодня уже об этом говорил, что разряд, все-таки основное действие, это действие разряда, но от того, сколько этого пара, в кавычках, тоже много зависит, потому что мы там можем ручку увеличивать, ручку уменьшать, и пара больше, меньше, и мы видим, что от этого зависимость тоже есть. Но сегодня просто, ну, нельзя все рассказать. Нет, нет, но я просто говорю, что ты можешь продолжать опыт, они очень интересны, действительно, и многозначны, и выводы будут очень интересны. Ну, ты что, просто возьми, помести в азот свою систему и посмотри, что будет. Все у тебя вымерзнет, никаких этих паров, капелек, ничего не будет. Спасибо. Теперь два теоретических вопроса. Первое, значит, по поводу темного водорода. Значит, темный водород отличается от других, так сказать, предложенных моделей неизвестного или странного излучения. Ну, скажем, торы, электрические комплексы, там, солитоны, скажем, то, что Каченко предлагает. Размером. Размер его, вот, скажем, по сравнению с обычным атомом, значит, ну, сечение, так сказать, от твоего атома темного в миллион раз меньше, чем обычные частицы атома или других вещей. Почему ты отдаешь предпочтение рассеяния таким маленьким частичкам? Почему нельзя допустить, что есть какие-то другие частички большего размера, они, ну, в миллион раз больше вероятности рассеивают? Вот на чем основа твое именно предположение, что именно темный водород, а насчет другого, в общем-то, да и поймешь, что ты это, так сказать, любишь свое детище. Ну, может быть, здесь вот как-то поосторожнее на это дело? Это правильное соображение. Действительно, в миллион раз, потому что если сечение на три порядка, то, вернее, диаметр на три порядка, то сечение, естественно, на шесть порядков будет отличаться, меньше будет. Это верно. Но вот здесь, на мой взгляд, работает, ну, тут теоретиком без наработы, но вот я укажу на такую вещь, что вот, значит, смотри, вот электрон есть, у него есть некоторый размер, который вот можно, ну, из разных соображений, разными экспериментами отыскивается. Он очень маленький, он очень маленький. Однако, вот электромагнитное излучение на нем рассеивается, да, вот, и оно на нем рассеивается гораздо лучше, чем, например, на нейтроне. И вопрос, а почему так происходит? Ответ очень простой. Потому что электрон является электрически активной частицей. Вот темный водород, как ни странно, является электрически активной частицей, хотя он нейтральный в этом зарядовом смысле. Потому что, во-первых, по некоторым направлениям у него есть электрическое поле, отличное от нуля и очень мощное. Он так устроен. А во-вторых, у него есть магнитное поле. И вот оно, вот рассеивание на такой хитрой структуре, ну, на мой взгляд, вот оно здесь играет очень важную роль. Кроме чисто геометрического размера. Ну, правильно. Но это очень важно. А второе, он ничем здесь не отличается от атома. У тебя фактически атом вывернут наизнанку. Так что неважно, действительно, можно добыть, это, так сказать, не предмет, так сказать, для каких-то окончательных выводов. Тогда последний вопрос такой, что действительно на создание темного водорода, вот сближение двух электронов, работа против кулона, чтобы они образовали магнитную связанную систему, надо затратить энергию, как говорил, порядка 20-40 мэв. Откуда берется энергия в электрическом разряде, где у тебя только 30 киловольт? Как происходит вот... Ну, я тебе же это объяснял, объяснял, странно, что... Скажи, вот я уже забыл, что... Я сейчас объясню. Природа это делает очень простым способом. Это природа все придумала. Дело в том, что сначала нужно создать ион Барута, который автоматически создается при очень низких температурах. Он имеет положительный заряд. Это один электрон, и вокруг него два протона. Сначала нужно создать ион Барута. Это может произойти при холодных условиях с очень малыми энергиями. Здесь всего нужно преодолеть, всего нужно убрать один электрон из водорода. из молекулы водорода. А дальше вот это образование, оно является положительно заряженным, и оно следующий электрон к себе привлекет, который... А размер этого образования 10-13, и следующий электрон подлетит к нему на 10-13, и здесь уже как положительному образованию, мы же с собой это обсуждали, и там этот новый электрон, второй подлетающий, он попадет уже в зону магнитного взаимодействия с электроном, который внутри. И он туда залетит, и с ним начнет там взаимодействовать. Вот так это, на мой взгляд, это происходит. Нет, но я считал, что ион Барута, наоборот, два склеенных электрона, и один протон вокруг прощается. Ты ошибся. Абсолютно все наоборот. Это два протона и один электрон. Ну хорошо, какая энергия для иона оборота требуется? Какая энергия? Одна десятая электрон вольт, или сколько, чтобы образовать эти штуки? Один, это самое, 10 электрон вольт нужно. 10 электрон вольт. Понятно, я подумаю, Лада. Спасибо. 10 электрон вольт, на мой взгляд, достаточно будет. Вернее, более точно, 13,6. 13,6. Но это в моих разрядах запросто получается. Хорошо, спасибо. Спасибо Анатолию Ильичу за очень интересные вопросы. Николай, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо за интересный доклад. Вопрос. В некоторых похожих экспериментах, когда регистрируется излучение радиоактивного источника рядом с работающими генераторами, в одних режимах работ генераторов наблюдается уменьшение радиоактивности, в других режимах повышение. Можете ли вы это как-то прокомментировать? Могу. Значит, я это самое сейчас попробую посмотреть. Попробую посмотреть. Попробую посмотреть. Нет, я не буду экспериментами заниматься с компьютером. Тут запутаюсь сейчас, и время идет. Значит, Николай, смотрите. Действительно, вот, например, и я это показывал, действительно, например, вот в обычном высокотемпературном, высокого давления паровом котле, который вот сделал у себя в мытищах Степанов, рядом с котлом мы измеряем рентгеновские спектры, когда котел вовсю там пылает, так вот, и там давление становится выше 35 атмосфер, вот такая какая-то ключевая точка, вот превысили 35 атмосфер, и у нас начинают зашкаливать вот эти рентгеновские датчики, рентгеновский этот датчик в зонах низких этих самых энергий, перемещается вот спектр, надувается и огромное количество низкоэнергетических квантов, вот, в районе 10 кэф, в районе 15 кэф, вот, поэтому это гораздо больше, чем фоновое значение, которое вот мы до, поэтому тоже самое вот мерили и мы, например, и это, на мой взгляд, все правильно, это связано с образованием вот этого вещества, этот процесс, ну, немножко мы вот сейчас вот тут обсуждали, но потом, когда это вещество образовалось, и мы выключили устройство, и уже новое вещество не образуется, оно начинает распределяться по комнате, садится на поверхности, и тогда, в первую очередь на поверхности, и тогда вы получите то, что получаем мы. Обязательно будет в этой лаборатории снижение результирующего спектра. Спасибо, спасибо. Спасибо Николаю Колтовому за вопрос. Значит, Валентин Широносов, пожалуйста, ваш вопрос. Алло, меня слышно? Да, слышно. Алло. Слышно, слышно, мы слушаем. Слышно, да? Так, вообще, замечательный, непонятный эффект, обнаруженный просто. Да, мы столкнулись ве25 в ряде лаборатории с этим. Поэтому у меня сразу такой, один вопрос постараюсь обединить. То есть, если взять вот разряды, взять увлажнение, и после этого, как я понял, когда все это проветриваю, то как бы возвращается к исходному почти, да? Просто выключаю разряд и выключаю подачу пары. И возвращается к исходному, но не совсем к исходному. Мне это важно. И следующий сразу вопрос. То есть, у вас ультразвуковой увлажнение. Там понятно, почему вас возникает. Это как раз было сейчас только что конференция РАМ 21-23-го. Там как раз обсуждались аналогичные эффекты. Не может по-другому, если интересно, объясню. Так вот, получается, значит, если вы возьмете другую увлажнение, не ультразвуковой, скорее всего, эффект гораздо меньше. Вот это раз. Второе. Вы не пробовали исследовать влияние температуры. Потому что при температуре 36,6 вы обнаружите настолько яркий эффект. И понятно, почему вы обнаружите. Ну, я, Валентин, очень так вопрос нечетко поставлен. Но я так понял, что влияние температуры воды, из которой мы пар делаем, на результат. Этого мы не делали. Но это интересное направление. Спасибо за подсказку. Я могу сказать, что имеется интересный такой эффект. Может быть, не все его знают. Вот когда в комнате, например, 25 градусов, и температура воды в этом увлажнителе 25 градусов. Но когда вы начнете измерять температуру, выходящую вот этой паровоздушной смеси, то ее температура будет градусов 17. Понимаете? И тут можно разное объяснение, почему это происходит. Там испарение воды происходит, там еще что-то происходит. Но вот такое падение температуры там имеется. Поэтому температурные какие-то игры с паром, они к чему-то приведут. Но я обращаю внимание, что это, опять же, немного важный, сопутствующий эффект. Но не основной. Основной. Не, извините. Валентин, я закончил. Основной эффект. Вот, например, у этого, у Степанова. Там никакого пара нет. Закрытый объем. Все внутри сидит. Там пар внутри. А мы снаружи видим уменьшение спектра. Понимаете? Вот. Вот что основное. Вот что основное. Но вам за вопрос спасибо. Я не дискуссирую. Понимаю. Просто при 37 градусах наблюдается очень интересный пазовый переход. Ортопароспины замеры. Это, как раз, на конференции было показано пешеным. При кавитационной обработке вода становится удивительно магнитной. Поэтому то, что ваше соображение, как раз, вы видите, это не на диполях идет рассеяние. Это на квадруполях. Почему квадруполи либо параллельны, либо параллельны. Мне кажется, вот это и есть основной эффект, из-за чего все возникает. Мы это наблюдали 25 лет назад. То есть, когда мы активировали воду, вдруг вся вода вокруг стала тоже заряженной. Стритательный ОВП. Это настолько удивительный, довольно долго продолжалось. Но это нужно отдельно обсуждать. Просто не буду. Спасибо за вопрос. Мы попробуем перейти. Может быть, действительно произойдет активизация, генерация вот этих неизвестных атомов, вот этих нейтроноподобных атомов, которых мы называем темным водородом. Возможно, произойдет активизация. Спасибо за подсказку. Просьба. И только просьба еще. Используйте лазерную спектроскопию. Я Фаня это делал. И вы тогда обнаружите вот эти ортопароспинозамеры в ваших паровозах. Мне не нужны изомеры. Вы так и не хотите понять, что является главным в этой работе. Я не воду изучаю. Поймите. Я изучаю, почему вдруг рентгеновский спектр подавлен. Это другая история совсем. Это не вода. Не в воде дело. Спасибо, Валентину, за вопрос. Александр Георгиевич, спасибо. Задавайте вопрос, пожалуйста. Я с большим интересом выслушал доклад. В основном у меня были вопросы по регистрации излучения. В общении с Цветковым, Русскоевым вы в основном на эти вопросы ответили. Вот Чистолинов поднял, по-моему, очень важный вопрос, связанный с шумом и с фоном. Вот такая синтиллиционная методика при использовании такого, в частности, диаметра такого размера синтиллятора обычно не использует в области таких низких энергий. Почему? Потому что амплитуда импульса в соответствии со снижением энергии падает, а шумы остаются прежними или даже возрастают. Вот довольно удивительно, как вам удалось вообще получить такие чистые результаты. Я просто удивляюсь. Должны быть какие-то фон такой значительный и на этом фоне какие-то небольшие печки с довольно низким разрешением. У вас такие четкие результаты получились. Вот объясните, как вам удалось этого достичь. Ну, Саша, смотри, это вообще удивительно, то, о чем ты говоришь. Еще раз подчеркиваю, это уже ты говорил и раньше, я помню, я подчеркиваю, что я знаю прекрасно кривую чувствительности синтиллятора натрий-йод, максимум его чувствительности располагается в области 80 кэф, максимум чувствительности, поэтому то, что он меряет в области мэф, это примерно в 10 раз чувствительность низа, чем в области 60-80 кэф, где мы, собственно, и работаем. И это первое. Второе, у нас ведь очень сравнительно мощный источник, понимаешь, он дает очень мощные пики, вот, именно если у тебя какое-то неправильное впечатление, что этот сенсилятор здесь ничего не чувствует, да он лучше чувствует в 10 раз, я только что сказал, чем, например, на мэвных энергиях, вот, если ты нормальный источник поставил, у тебя будут пики, вот у нас вот эти пики мы видим 60-26 кэф, но я обращаю внимание, что они, эти пики, они очень размазаны, вот если вы видели, там дисперсия огромная, там примерно 25 кэф, это самое, дисперсия, понимаете, квадрат дисперсии, из этой самой, корень квадратный, ну примерно 5 кэф, там 5 этих самых кэф, да, примерно ошибочки, там вот с помощью этого метода, за счет того, что, ну, расплывается все, там много причин, это пролеты, пролеты гамма-кванта по одному, по одному пути, по короткому пути, по этому энергии, там как-то, вот такое вот распределение по энергиям и так далее, причин очень много, лучше какой-то более точечный датчик, вот, полупроводниковый, у нас он, собственно, есть, но мы никак не доводят руки до этого, потому что это все работает, а жизнь идет, как мы знаем, поэтому, ну вот, делаем то, что можем. Ну, Валерий Николаевич, вот нельзя путать эффективность регистрации и чувствительность и отклик, вот, амплитуду, которая возникает. Если энергия кванта большая, то он просто проскакивает и не регистрируется, а вот при такой энергии практически с эффективностью единицы каждый квант регистрируется, это правильно, эффективность регистрации большая, но амплитуда становится очень маленькой, и обычно она тонет в шумах. Но если у вас так получается, я могу только удивляться. Ну, ладно, второй вопрос тогда. А вот вы ставили источник не внутри бокса, а вне бокса. Да, мы ставили. Я показывал фотографию, фотографию, если вы обратили внимание, еще об этом во время доклада говорил, там сенсулятором внутри бокса, а этот самый, ну, то есть датчик, а источник вне бокса, и так мы тоже делали, и там эффекты, ну, в чем-то даже более значительные, но я сегодня об этом не говорил, потому что… А вот это и другое вне бокса. Нет, этого не, ну, это делали, конечно, потому что так мы калибруем, собственно, мы так калибруем наш этот, ну, вот сравнительного, ну, это можно сделать, ну, я, ну, попробуем это сделать, ну, так заранее я понимаю, что это практически будет то же, что я докладывал уже. Ну, ладно, хорошо. А вот такой вопрос, вот как вы, вот эти результаты, как вы думаете, они связаны вообще с темой нашего вебинара, связаны ли они с холодными трансмутациями? Это связано напрямую, потому что, если вы обратили внимание, то мы с Барановым в лаборатории ЛИС двигаемся последовательно, пытаясь понять, что такое вот эти неизвестные частицы, неизвестные атомы, и после этого мы поймем, что такое есть холодные трансмутации, потому что вот именно эти частицы, по нашему пониманию, и у нас есть этому доказательству, это не тема сегодняшнего доклада, они являются одними из агентов вот этого холодного преобразования. Они, собственно, все создают, но их надо научиться создавать в огромном количестве. Вот в чем задача. Спасибо. Спасибо, Александр Гюрчев, значит, за вопросы. Леонид Ирбекович, Леонид, пожалуйста. Ну, я задам первый вопрос, который меня сильно заделал. Леонид, чуть погромче, ближе к микрофону, если можно. Ну, я первый вопрос задам, который меня очень сильно заделал. Что, Шофеев ушел из жизни? Как мне сказали, да. Может быть, я ошибаюсь. Если я ошибся, тогда ему сто лет жизни, а то еще и двести. Я завтра позвоню Кате Барминой, так сказать, узнаю, но я что-то не знаю. И тогда извини, если я ошибся, но позвони мне тогда, скажи. Я давно не был в Москве. Я извинюсь перед ним. Значит, теперь одно тебе, так сказать, замечание короткое. Когда ты говоришь об экспериментах Шофеева, там лазером никто не железо не плавил. Там они специально создавали наночастицы золотые, это там своя технология. А потом уже помещали их в раствор и дальше происходила абляция с помощью пикосекундного лазера. Ты не прав, потому что я же не делал этот эксперимент, я просто статью излагаю, которую прочитал. Они взяли, слушай меня до конца, они взяли эту не металлическую, а золотую пластинку, поместили ее в раствор и ее облучали лазером. И она уже давала вот эти вот наночастицы золота, которые потом формировали такие колбаски. И мы знаем, почему эти колбаски получаются, потому что они облеплены магнитными этими частицами, которые... Я не спрашиваю, а, так сказать, невнимательно статью читал, потому что наночастицы получаются с помощью одного лазера, а абляция в водном растворе с растворенными солями... Я просто это наблюдал в своем глазах. Получается, с помощью другого лазера. Вот тут есть небольшая натяжечка. То, что я читал о том, что там частицы какие-то еще какие-то где-то создаются и добавляются, об этом в той статье. У него там десятки, полтора десятка по-моему, статей на эту тему. Вот в той, которую я читал, в ней вот этого обстоятельства нет. Там именно абляция металита. Странный человек, я много раз заходил на этот эксперимент и не лучшую статью ты выбрал. По-моему, он все-таки опубликовал результаты, когда он это делал с Цезием. Я его критиковал, что, в общем, это не доказательство. Нужно положить раствор Цези 134-137-го и вот если там изменится относительная активность, вот тогда можно говорить, она должна была бы измениться по разу. Вот, эту я уже не знаю, выпустил он статью и сделал так или нет, что-то они с дубницами возились вместе. Ну, ладно, хорошо. Это вот по поводу другого, так сказать, эксперимента. Теперь мой вопрос конкретно по поводу, два вопроса по поводу твоего эксперимента. Стабилизировано были напряжения на ФЭО. Еще раз не расслышал, повтори. Была ли стабилизация на источнике питания, который питал ФЭО? Какие там биения, напряжения? Ну, мы это через стабилизатор подаем, но отдельно этого не делалось, потому что нам достаточно, что очень точно вот эти вот кривые, вот эти вот спектры, мы наблюдаем. Если я убираю разряд, то опять возвращается к тому же положению, что и было до того, как разряд был. Вот в этом все дело. А какое там напряжение на ФЭО? Ну, да, мы его поддерживаем с точностью до одного вольта, вот так я могу сказать. В этом-то и вопрос состоит. Не, так сказать, происходит ли при включении разряда подсадка сети и, соответственно, так сказать, фотопика за счет того, что вы включаете вот девайс. Это правильный вопрос. Это сам напряжение на ФЭО является критической величиной для всего этого дела. За этим мы отдельно следим и у нас эта проблема решается так. У нас же тут завод, вот я на заводе это все делаю, вот, и ты бывал тут даже, поэтому у нас источник включается в одну, грубо говоря, цепь, которая приходит с одного там, раздаточного, это с коробки, а другое, другое, что какое-то электронную устройство, мы включаем в другое. Это вот такие. Понятно, ответ понятен. Следующий вопрос. Вот, когда ты показывал два пика и уменьшение, то вот низкоэнергетичный пик, мне так показалось, но он не менялся. Нет, ты не прав, он менялся и примерно так же, но чуть-чуть меньше, это верно. И вот там вычитание было сделано, вот если ты обратил внимание, второе, это одна из причин, почему мы это сделали, вычитание из одного спектра другого спектра, и там явный как бы провал есть, и вот новочитание, это там хорошо видно. Ну, Валер, я как бы спектр за свою жизнь, за 10 лет в Чернобыле присмотрел больше, чем вы все вместе взяты. Поэтому я могу сказать так, что все-таки недостаточное вот чистое, я бы сказал так, с точки зрения экспериментатора ядерной физики, недостаточно такая вот высокая культура самих измерений, но должны быть посчитаны ошибки, усреднен спектр, должна быть измерена энергетическое распределение. Я тут согласен с замечанием и удивлением Парховова, что действительно на таких низких энергиях, такой дубовый, можно сказать, датчик, как вы используете, но не должен давать такого, так сказать, разрешения, но не должен давать, вот это для меня тоже вопрос. Приходите и вы увидите, вы просто в этих условиях его не использовали, вот что я могу сказать. А если вы придете, увидите, вы сами увидите, что прекрасно работает. Вот, и хорошо, но все-таки статистика, фотопики там полторы тысячи, 15 тысячи, это очень низкая статистика. Вот, и, конечно, нужно проставлять усы, вот, когда ты показываешь данные, значит, с термоэлеменцентного дозиметра, подробно там объясняя, как эта стандартная методика работает, вот, то все-таки вот есть сколько раз было сделано, там 2,8 положили, это, так сказать, самый высокий результат, или, так сказать, это средний результат. Там было 2 датчика, было 2 датчика. Ты не дослушал вопрос. Любое, на мой взгляд, любое измерение всегда обязано иметь усы, если оно претендует на роль измерения, потому что, когда представляются 2 цифры, и я не вижу статистического разброса, то я не понимаю, это есть скачок статистики или это есть результат. Это очень важное замечание. Это должно быть сделано везде, потому что, когда ставят цифру 1 и 1 и 1, ну, слушайте, покажите, плюс-минус сколько у вас, насколько значимо это 10, насколько значимо это 2,8, плюс-минус, ну, надо, по крайней мере, 10 раз проделать и потом сказать, вот у нас там от 2 к 7 до 2 к 5, вот средняя цифра такая, усы такие, без усов это не измерение. А так, конечно, если это все действительно не есть результат экспериментальной ошибки, ну, очень неожиданный результат, я бы так сказал. Я там вторую часть не беру, это вот даже не буду, но действительно, если это все экспериментально, здесь нет никаких шероховатостей, то это очень интересный и неожиданный результат. Поздравляю. Спасибо, Леонид. Спасибо. Твое замечание абсолютно справедливо. Я только хочу, вот, ну, не в оправдание, а сказать, значит, смотрите, я уже тут вот три года, по сути дела, веду вебинары и я обратил внимание, что когда это представление, вот, доклады аранжируешь многочисленными, математизированными какими-то экзерсисами вокруг существа, то люди почему-то ничего не понимают. Я коротко сегодня сказал о том, что дисперсия 25, вот, плохой, вы правы, плохой датчик, у нас есть получше, и мы будем пытаться его как бы дальше использовать, но он позволяет, извините, в два раза же изменилось, в два раза, вот, а фоновые значения, которые мы измеряем там в разных лабораториях, это самое, они там вообще в пять раз поменялись, а вы можете сказать, ну, у вас там датчик какой-то, вот, вы об этом говорите, какой-то не тот, но я могу сказать, что ведь по моей просьбе Андрешкович в лаборатории там в Хельсинки провел такой простой эксперимент, он померил фоновое значение сегодня, потом он повторяет наши эксперименты, по сути дела, мы с ним совместно некоторые вещи делали, потом он у себя провел разряды какие-то, что-то там делал, похожие с тем, что мы делаем, а потом опять померил фон, и это докладывалось у нас точно такой же эффект, фон снижается, это не мы сделали, это не наш датчик, там у него датчик этот самый Валера, ты меня извини, но ты меня не слышишь, я сейчас не говорю о конкретном эксперименте, я говорю о культуре измерительной, это касается не только ваших результатов, но и очень многих других, которые здесь представляются, я просто говорю о культуре, если вы представляете экспериментальный результат, то он ничего не значит до тех пор, пока не проставлены усы, вот эту вещь я тебе верну твое замечание, ты меня тоже не слышишь, я только что тебе объяснил, почему я разнообразную аранжировку, математизированную статистическую обработку этого эксперимента здесь не представлял, потому что я хотел существо показать, я сейчас коротко сказал, я знаю дисперсию, я знаю отклонение, и могу это все прямо сейчас показать, но не хотел этого делать, но твое замечание абсолютно справедливое, статье, которую мы будем писать, это будет обязательно сделано, ты правильно говоришь, спасибо за понимание, спасибо Леониду Ирбековичу за качественные замечания, как обычный вопрос, и последний вопрос, ну, не последний, а вот теперь уже люди поднимают руки, я так понимаю, для выступления, правильно я понимаю, да, потому что вот начали руки нарастать, значит, Евгений Егоров, вопрос или выступление, нет, вопрос и предложение, пожалуйста, значит, первое, вот у меня медленное зажигание, поэтому, может быть, повторюсь, вот чем отличается ваш темный водород от гидрина, который Милс, Латовский и другие, так сказать, использует. Это не имеет отношения к сегодняшнему докладу прямого, но отвечу, в темном водороде электроны более релятивистские, чем гидрина, существенно более релятивистские. Евгений, но это не вопрос сегодняшнего, мы не про темный водород сегодня говорим, мы просто говорим, что там есть свидетельство, что так. Вы ведь его используете для объяснения экспериментов. Используете. Нет, не используем. Я же специально, вот я середину провел и сказал, вот это существо, мы просто говорим, что если вы разряд включаете, то у вас упадет в зоне разряда упадет это самое измерение рентгеновского источника, мощного рентгеновского источника, точка. Вот об этом только мы и говорим. А потом ля-ля, почему это? Это уже вторая стадия этого сегодняшнего доклада. Хорошо. Предложения принимаются? Конечно, обязательно. Вот вы используете в экспериментах Америцы 241-й. Вместе с тем именно Америцы нарабатывается в экспериментах Корниловой Аллы и Сахно Тамары. Причем в серьезных количествах. На мой взгляд, очевидно, полезно было бы пригласить кого-то поближе к Корнилову и в их присутствии или в присутствии бактерий, посредством которых они нарабатывают. Но я думаю, что там существенно присутствует именно Корниловой и Сахно. Посмотрите, как будут реагировать ваши датчики на их присутствие и присутствие бактерий, которые нарабатывают. Я понял вопрос, отвечаю. Это не вопрос, это предложение. Это на самом деле вопрос. Ну и предложение. Предложение вопрос. Я отвечу, что заниматься изучением влияния медиумов на наши эксперименты я не очень, пока не очень настроен, так честно скажу. Нет, дело в том, что мы бы выявили, что же там главенствует. Вот бактерии, которые и трансмембранные процессы. Либо менее. Это другой очень сложный эксперимент. Спасибо за предложение. Евгений, у вас все? Да, все, спасибо большое. Спасибо. Ну и теперь, я так понимаю, целая плеяда людей, очень уважаемых. Хотели бы выступить? Начнешь. Анатолий Ильич, пожалуйста. Валера, я согласен с Людей Русской фактически и действительно причина правильного выступления специалиста, к которому я присоединюсь, в том, чтобы цель всех наших выступлений, в том числе и ваших, действительно, очень качественных, интересных, такая, что вы должны загрузить умы присутствующих тем, что мы наблюдаем какие-то вещи и давайте вместе думаем, что это такое. Цель нашего семинара. Поэтому, чтобы эти данные были такие, чтобы не подвергать сомнению, они должны все-таки быть хорошо проверены. И вот я хочу напомнить то, что у нас примерно три года назад на нашем семинаре говорил Фобичев Замилов, который жил в Америке. Я записал эти правила. Сейчас я зачитаю, что требуется к эксперименту. Во-первых, должна быть повторяемость результатов. Должны быть многократные измерения. Должна проведена быть статистика. Должны быть измеряться форм. Должны быть проведены контрольные эксперименты по устранению эффекта. Контрольные эксперименты с ослаблением и усилением эффекта. Ну и альтернативные методы проверки другими приборами, что вы говорили. И поскольку у вас действительно вы на грани действительно очень интересной находки, не будем говорить об открытие и чего-то, то хорошо бы, чтобы это качество не потерялось. Вот эти все предложения, все эти методики были проверены и тогда действительно уже сомневаться к точности измерения и так далее не будет. Это же в ваших интересах, если вы считаете, что действительно то, что вы сделали большим трудом не пропало. Вот вам такой совет. А так, спасибо вам за ваш труд. Спасибо, спасибо, Толь. Ну, что тут сказать, все правильно абсолютно. Значит, Филипп, пожалуйста, ваше выступление. У меня, в общем, не выступление, а вопрос, почему вы Бугера выкинули, хотя 30 лет до этого Бугер все открыл. То есть, закон Бугера в нашей фирме всегда преподавался, а Ламберт уже через 30 лет... Это верно, Филипп, извини, но Бугера Ламберт это верно. Поэтому предлагаю, будете писать, убирайте все, что там вы написали, а Бугера оставляйте. Спасибо, спасибо за... Согласен. Да, конечно, интересный доклад, спасибо. Ну, если по выступлению, то, конечно, я не очень понял, какое отношение имеет вот этот водород ваш к таким объяснениям. Если вы не будете на него особо ссылаться, а подадите это как... То будет только лучше, по-моему. Я это понимаю. Люди это пока еще не воспринимают. Поэтому я специально в выступлении провел среднюю линию ни одного слова там про темную водородную. Это правильно. Вот это существует. Ну, то есть, фактически, у вас два нейтрона, да, насколько я понимаю, объединенные? Ну, нейтрон это частица, а это составной атом. Вот в чем... Ну, нейтрон тоже непонятно, что такое. Там же получается слойка. То есть, сейчас вот, ну, даже 61-й год, Нобелевская премия, то есть, центр положения, положительно заряженный, там, процентов 60, по-моему, плюс. Потом оболочка идет, отрицательный заряд, а потом опять довесок положительного заряда. То есть, это тоже непростая, ослоеная такая структура. Ну, и вот если... Я согласен, я же, понимаешь, если, если я буду заниматься крушением нейтрона, за который, как известно, первую четверть, значит, взял. Это еще хуже будет, да? Ну, ну, нужно, нужно это, посудить. Ну, я хочу... Это же Е-захват, а его вообще не видят, как бы, вот физики, которые атомами занимаются, ядрами, кто занимается, тот все видит, но тот не видит там теорему Вериала, еще чего-то, что, в общем-то, доказано, что она работает в квантах. Либо надо для атомных ядер выкидывать все квантовую механику, но ее используют все-таки. Ну, да, вопрос, конечно, сложный, ну, да, надо отделять вот все-таки. Я бороться против этого огромного монстра, который вот с нейтроном связан, вот не готов, я тебе честно скажу. Да, Е-захват, это, конечно. Ну, был бы у нас тут целый семинар на Е-захват. Спасибо, Филиппу Ивановичу, за замечания и за вопросы. Саша, ну, пожалуйста, твое замечание. Ну, удивительные результаты. Я просто поражен, что такое вот могло наблюдаться и так вот обычными, обычными способами объяснить это пока непонятно как. Ну, вот Валерий Николаевич предлагает водород. Ну, в чем вообще такая удивительность? В том, что этот эффект такой обратный, перекошенный, если там какое-то поглощение, то при низких энергиях вроде бы поглощение должно быть больше, а при более высоких меньше. А здесь наоборот. При низких энергиях 26 кФ там почти ничего не меняется, а 60 кФ сильно меняется. Вот это, конечно, просто поразительно. Ну, что касается методики, ну, мы уже тут поговорили об этом методику надо совершенствовать. Хорошо было бы, конечно, полупроводниковые детекторы привлечь к регистрации, а вот что касается термолиминсцентной методики, мне кажется, что это очень перспективно, но только надо брать в аренду не только сами вот эти вот таблеточки, но и надо брать в аренду аппаратуру, которая их определяет дозу, тогда результаты получатся значительно более убедительные и чистые. Вот. Ну, что касается темного водорода, почему я отношусь к этому пока достаточно осторожно и не проникся им, почему? Во-первых, непонятно, почему все-таки вибрации и, скажем, вот электрический разряд может порождать такие экзотические частицы. Вот механизм этого не ясен, почему это происходит. И второе, вот на мой взгляд, очень важное обстоятельство. Вот смотрите, вот нейтроны, да, если есть нейтроны, то они очень эффективно поглощаются ядрами окружающей среды. Ну, для них нет плавановского барьера, и поэтому все это происходит. При этом они возбуждают ядро практически неизбежно, потому что они вносят своей массой, а масса там 900 мэв с лишним добавляется. и поэтому ядра сильно всегда возбуждаются и после этого происходит высвечивание путем излучения жестких гамма-квантов. А вот у вас нейтроноподобная частица, она обладает массой еще вдвое больше. И, казалось бы, если поглощается такая частица, то возбуждения должны быть еще более сильные и жесткие излучения должны возникать как бы неизбежно. А вот если а у вас вроде наоборот, вы говорите, что происходит какое-то ослабление а не увеличение фона. Вот пока вы вот этот парадокс не объясните, вот как-то доверия нет этому темного водороду. Тем более вы пытаетесь им объяснить трансмутации. Если идут трансмутации, это значит темный водород проникает через кулонский барьер в ядро и он неизбежно вызывает сильное возбуждение ядра. А вот при трансмутациях этого нет. Вам надо с этим как-то разобраться. Спасибо. Александр Георгиевич я сразу отвечу, потому что тут важные были замечания Александра Георгиевич один из ведущих у нас, поэтому отвечу сразу. Я тут еще раз говорю, что мы сегодня не изучаем темный водород, но спасибо, что так много вопросов и каких-то соображений, это означает, что люди стали вдумываться, знакомиться. я скажу так, что это не нейтрон еще раз, поэтому он в ядро не залезает, ему это совсем не нужно. Он приближается на расстояние 10-13 к ядру и имеет возможность дать другому какому-то атому ядру точно так же приблизиться, потому что он экранирует это ядро от окружающего пространства. Поговорим это отдельно, но спасибо за замечание. Ну а почему не проскочить ему, если он практически нейтральный? Ну ладно, это особо разводство. в том-то все и дело, что он обращаем внимание, что ну тут целая огромная дискуссия, но обращаем внимание, что во-первых, он не нейтральный, он имеет огромный магнитный момент, огромный магнитный момент имеет, он имеет момент электрона, имеет маленький размер, поэтому взаимодействие с ядром оно очень специфическое, вот, оно должно учитывать это, у нейтрона магнитный момент в 2000 раз меньше, вот просто чтобы было понятно, 2000 раз меньше, поэтому эта частица сильно отличается от нейтрона, это вопрос для теоретиков, для экспериментаторов, но я считаю, что это и есть, и мы потихоньку с Барановым, Дмитрием Сергеевичем, потихоньку двигаемся, набирая все больше и больше данных о том, что эта штука может работать, вот на что направлено это, и обращаю внимание, я сегодня об этом не говорил, но скажу, вот в ответ на замечание, как бы, соображение Пархомова, значит, дело в том, что, на мой взгляд, мы потому и не регистрируем мощных излучений, когда идет холодный синтез, потому что в них участвует вот этот темный водород, который их просто тем или иным способом просто поглощает, это его задача, снять вот это вот рентгеновское рентгеновское, значит, излучение, которое из процесса идет, но это дело будущего, и сейчас я об этом только осторожно сказал, спасибо, Александр Георгиевич, Виктор Чибисов, пожалуйста, ваш вопрос. У меня вопрос, как направлен магнитный момент в вашей схеме темного водорода? Ну, не очень понятен вопрос. Во-первых, у нас зона выступления же, ну, отвечу, значит, что значит, как направлен? От протона к протону, уточняю. Протоны в магнитном моменте не участвуют? Нет, но меня направление интересует. Протоны, протоны, создаются вращением электронов? Да, конечно, только электронов. Ну, значит, от протона к протону. Не понимаю слова от протона к протону. Ну, вот, ваша схема была протон, электрон, электрон, протон. Да. Ну, я вот так понимаю, что электроны вращаются в круговой орбите, ну, как бы между протонами. Я понял вопрос. То есть, по линии между, понимаете, на самом деле, ведь это рисунок такой дурацкий. Протоны, это размазанная по орбите частица. Второй протон тоже это размазанная с каким-то там своим распределением частиц. Это просто некий рисунок для понимания. С электронами еще хуже. Вот. Поэтому можно лишь говорить о плоскости, в которой располагается электронное облако и о плоскости, в которой располагается протонное облако. Так вот, электронная плоскость расположения электронного облака, на мой взгляд, может быть, чуть что не любая. Вот. Это тоже отдельный вопрос. Здесь мы его не касаемся. Но спасибо. Значит, это важный вопрос. По сути дела, вот что самое главное, что касается сегодняшнего доклада, вот эти внутренние электроны – поразительная вещь. Они, по сути дела, являются свободными. Ведь для того, чтобы камптон-эффект начался, необходимо, чтобы электроны не тащили за собой эти самые ядро, потому что масса получается тысячу там, во много тысяч раз больше, значит, чем просто электрон. И поэтому камптон-эффект на связанном электроне не наблюдается. А здесь он наблюдается, потому что электроны, которые внутри, они свободны, они с наружными протонами, по сути дела, не взаимодействуют. Они их не видят. Протоны снаружи. Вот так получается интересно. Вот это важная вещь. Но это опять теоретический вопрос об устройстве этого вещества. Немножко не тема сегодняшнего доклада. Виктор, спасибо за вопрос. Он тоже важен очень. Барышников, Александр, ваши соображения, замечания какие-то, пожалуйста. Да, да, я понял. Только чуть громче, у вас там почти не слышно. Значит, вот мы несколько раз говорили фразу, практически сразу возвращаются с полным значением. Вот это практически сразу не очень хорошо. Нужно бы оценить это время, потому что оно очень важно, потому что это и есть время существования вот этих частиц, которые вы там говорите. То есть практически сразу... Я понял ваше замечание, оно справедливое. Вот. и второе о влажности. Все-таки за счет влажности или за счет структуры этих капель воды. Понимаете? Тут надо как все уточнить. Получается влажность или эти самые... Чуть-чуть, чуть-чуть громче, ближе... У вас не настроен компьютер, еще раз повторите. Смеряет пар. Но пар существует всегда. Пары воды существуют в любом воздухе. И важно тут знать, за счет влажности там повышается, понижается вернее недель излучения или за счет структуры этих частиц. Я, 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 это опять вопрос. Я могу... просто, я могу вам сказать, вы невнимательно или не поняли, или я плохо изложил. Значит, я в ходе доклада рассказывал, что водой, капельками воды вот в этом зазоре, который между источником и этим самым и датчиком, вы не объясните, потому что трех порядков вам не хватит, чтобы объяснить двуххратное снижение рентгеновского спектра. Поэтому влажность тут ни при чем. Это подробно об этом докладе говорится. Александр, спасибо. Первое ваше замечание, оно справедливое. Ну, отвечу, ладно, на него. Значит, смотрите, это время ничтожно по сравнению перестройки. Вот я выключаю и через буквально 2-3 секунды начиная опять мерить, выключая разряд и начиная опять мерить спектр. Спектр я набираю 100 секунд, поэтому за 100 секунд у меня, грубо говоря, происходит возврат к исходному какому-то состоянию. Но что происходит в ходе этих 100 секунд, я не знаю, потому что, чтобы набрать статистику для измерения спектра, об этом сегодня меня Рудской вклевал, меня этот самый Пархом вклевал. Для того, чтобы набрать статистику по спектру, нужно время, понимаете, мгновенно померить мощность источника невозможно, спектр невозможно, ну никто это не сможет сделать. Александр, вас не слышно, у вас компьютер не находит. Это тоже оценка 100 секунд. 100 секунд оценка, да. Спасибо, спасибо. Вот на 100 секундах я говорю, что возвращается, причем возвращается не полностью, а что значит не полностью, я сегодня не буду говорить, потому что там очень интересно, еще такой целая бездна интересных соображений. Спасибо за замечание. Леонид Ирбекович, пожалуйста. Леня, звук. Я хочу всех обрадовать, Шофеев жив. Ну, Леня, спасибо тебе, ты меня, ты извини меня, ты меня в краску ввел, если ты мне дашь телефон, я ему скажу, что я, это просто означает, что он теперь будет вечно жить. как-то вот так. Хорошо. Теперь у меня все-таки второй вопрос возник. А вы видите, все-таки вот частота измерений меня явно не устраивает, анегалляционный пик вы видите? Ну, это же, это же 500, это самое, 511. Вы видите, видите ли вы естественный анегалляционный фон? я могу сказать, вот, что, значит, с помощью этого спектрометра его нужно изменить, этот самый, нужно изменить настройку этого самого напряжения для того, чтобы увидеть более высокие энергии. Вот при этих настройках мы более высоких энергий не видим. у нас где-то обрывается там на уровне примерно, примерно, ну, так вот, в районе 500 как раз кэф и обрывается. Но я могу можно сказать, что когда мы настраиваемся на 2, например, мэва, то мы прекрасно видим этот самый пик этого самого калия 40. Мы его прекрасно видим. Ну, понятно. Понятно. Значит, ответ, так сказать, такой, что настройка такова, что область 500, хотя вот ангеляционный пик, это есть регистрация, это есть некая достоверность работоспособности методики. И второе замечание я уже хотел сделать на твое замечание. Вот что-то я про Камптона не понял. Эффект Камптона был наблюден на связанных электронах. И он в этом и состоит, что при взаимодействии с гамма-квантом вылетает, электрон становится свободным, а гамма-квант краснеет. Вот в этом состоит эффект Камптона. Поэтому утверждение, что он наблюдает столько на свободных электронах, меня сильно удивляет. Ты абсолютно не прав. Ты абсолютно не прав. Извини, вынужден сказать тебе это. Почитай, повнимательнее, пожалуйста. Потому что на связанном электроне масса его, по сути дела, равна массе атома. и поэтому он с электроном, с этим фотоном, который очень легкий, не взаимодействует. И фотон от него либо отразится, либо его и ионизует. Эффекта Камптона, по сути дела, ты никакого не увидишь. А вот когда он слабо связан, или на очень высокой орбите, или вообще свободный, вот тогда эффект Камптона наблюдается. Поэтому, извини, ты не прав. Не смейся, не смейся, ты почитай книжки. Да я, конечно, почитаю книжки, да, но вот, так сказать, ты спутал эффект Камптона и фотоэффект. По-моему, ты спутал. Это два разных эффекта. Нет, дорогой, не надо. Вот экзамен по ядерной физике ты мне точно не знаешь. А это к ядерной физике никакого отношения не имеет? Значит, первое... Это не имеет никакого отношения к ядерной физике. Хорошо, Валера, я вот тебе рассказываю следующую историю. Когда в Чернобыле закрыли, ну, вот, первый год, где-то средняя энергия гамма-кванта была МЭФ. Ну, и он взлетал на 70 метров, там, на эффекте Камптона, который быть не может, перерассеялся, часть падала на землю, возвращалась назад. Он перерассеялся, естественно, практически в 4 Пи, и это было одним из тех, одной из ошибок, которую совершили при строительстве. То есть, считали, что мы крышу сделаем легким, гамма-кванты будут летать и подсвечивать птичек. Оказалось, все не так просто. Как только крышу железом накрыли, фон на площадке строительной вырос в 3 раза. И стали чистить площадку, чистили, чистили, и только потом сообразили, что на самом деле это эффект Камптона. Ту же ошибку сделали при строительстве ядерных подводных лодок. Когда установили первый реактор, то идея была такая, ну, мы защитим от экипажа, а там гамма-кванты пошли и ушли в мировой океан. Ничего подобного. Тут же все вернулось назад в подводную лодку и вынуждены были делать круговую это. Поэтому вопрос о том, что Камптон-эффект наблюдается только на свободных электронах, это совершенно неверно. Я не сказал, что только на свободных, я сказал, на слабо связанных. Пожалуйста, не передергивай. Я даже сказал, что на электронах на верхних орбитах он тоже наблюдается. Но чем свободнее электрон, тем чище этот эффект. Потому что я знаю, что я прав, потому что я могу сейчас вывести всю вот эту простенькую совершенно математику вокруг формулы эффекта Камптона и там входит масса электрона и входит масса, ну, не масса, а энергия фотона и никаких ядер тут нет. А когда он связан, там придется ту массу также учитывать. Поэтому почитай, пожалуйста. Но спасибо, тем не менее, я тоже поинтересуюсь, может быть, что-то новое увижу. А вот обратный Камптон, вот что важно, мы его и здесь видим. И он подчеркивает, что я об этом сегодня говорил, он подчеркивает, что обратный Камптон, это когда электрон имеет энергию, кинетическую энергию больше, чем фотон. Вот мы ее тоже тут видим. вот. спасибо тебе за замечание. ты все или что-то еще хочешь сказать? Все, все, хватит. Все, Да, и последнее, наверное, это Александр Георгиевич Шишкин. Пожалуйста, Саша. Ну, не слышит, наверное, Саша, ты включи эту самую микрофон, ты микрофон не включил. включил. Слышно? Сейчас слышно, да. Я говорю, Валерий Николаевич знает мою точку зрения по этому эксперименту. Я считаю, что в этом эксперименте влияние оказывает эффект тушения люминесценции из цинтилляции. Этот эффект открыт был еще Шахпароновым много-много лет назад. Вот. Поэтому для того, чтобы сделать окончательные выводы, я бы предложил в качестве детектора использовать ионизационную камеру, которая лишена этого недостатка, связанного с тушением люминесценции из цинтилляции. Спасибо. Ну, спасибо за толковое. Сегодня это уже второе соображение насчет ионизационной камеры. Или оно, может быть, было, вот то соображение, может быть, было в чате. В чатах. Это мое. А, это твое было. Да, ну, тогда это одно и то же. Спасибо, Саша. Это правильно, но ты сам понимаешь, это связано с серьезной реорганизацией лабораторной работы. Серьезной реорганизацией. Ну, спасибо за замечание. Друзья, было много присутствующих, почти там 48 человек было в максимуме, сейчас осталось 30, мы уже 3 часа почти заседаем. и вот вопросы было, огромное количество вопросов, я такого количества даже и не помню, что бы было. Спасибо всем, кто задал вопросы, всем, кто участвовал. Друзья, следующая наша встреча будет через 2 недели отдельно, в середине декабря, отдельно мы об этом вас известим. А видео этого вебинара я надеюсь завтра вам разослать. Всем спасибо, здоровья, двигаемся к Новому году. Счастливо всем. Спасибо.